Привет! 66 выпуск разбора ваших работ, который вы присылаете, чтобы мы все вместе здесь классно провели время и прокачались. Кто-то, например, в ораторском искусстве, а кто-то поднимет свой уровень дизайна. Я вам хочу рассказать про другую возможность круто прокачаться, поднять свой уровень, цену, добавить 6 новых работ себе в портфолио. Пойдемте, покажу. С 27 февраля по 4 апреля будут проходить воркшопы. 6 форкшопов от разных экспертов на разные темы, по 20 часов каждый выходные. Огонь! Это офигенная возможность прокачаться, поднять свой уровень и цену и добавить себе в портфолио 6 новых работ, которые будут отличаться от тех, что были в прошлый раз. Несколько месяцев назад в инстаграме я уже советовал подобный ивент и все, кто сходили, остались довольны. А кто пропустил, пожалуйста, новая офигенная возможность. Ребята, которые все это будут рассказывать, показывать, очень крутые. На каждого есть ссылочка, прикреплена их работа, чтобы посмотреть, насколько высокий уровень. Все расписано по времени, какие темы уже будут. Если вдруг какую-то тему не получится присутствовать, вдруг пропустили, все это можно будет посмотреть в записи. Это очень удобно. Купив билет, вы получаете доступ ко всем 6 воркшопам, а не какому-то одному выборочно. Сразу все 6 станут доступны. Офигенно! Ссылка в описании, возможность очень крутая. Зацените, кстати, этот сайт. Сейчас мы пойдем сайты смотреть, но зацените, насколько этот сайт клевый. Первым до нас дозвонился Рустам. Приветствую, прикрепляю свою работу на конкурс, хотелось бы узнать советы. Пам-пам-пам-пам-пам. Там прототип, прототип прикреплен, где что прикреплено, какие-то страницы есть, ничего нету, есть просто ссылка. Понятно, идем смотреть. Так, есть прототип, но так как прототип у нас в браузере, а макет у нас в фигме, сравнить мы это все дело не можем. Есть, конечно, вариант попробовать все это дело, всю страницу. А нет, не сработало. Поэтому перетягивать по одному экрану туда в макет, конечно же, мы не будем, ведь это займет достаточно много времени. Извини, но с прототипом мы сравнить не можем. Я когда разрабатываю дизайн, я прототипы ставлю прямо в макете, ведь это суперудобно, суперкомфортно посмотреть, а ничего ли ты потом не забыл. И даже когда я отдаю все это дело потом на верстку, я его здесь оставляю. У меня тут потом будут внутренние какие-то там еще элементы, все пойдет туда. Вдруг у верстальщика будут какие-то вопросы, он глянет прототип, ведь я не просто разукрашиваю, я делаю как-то по-своему. Очень удобно, советую. Так, сразу в глаза бросается, что круги разного размера, клево, когда есть в логотипе какая-то фигура, и мы ее повторяем. В данном случае у нас есть размер круга, было бы круто его повторить. Если бы был один человечек, то, конечно, тогда мы его оставляем большим, а так в целом у нас тут целый отряд, поэтому нужно сделать поменьше. И вот теперь это все можно пододвинуть вот сюда, плюс в линию станет, вообще прекрасно будет. И плюс и тут по вертикали в линию, а это у тебя одним слоем сделано. Если мы это все выделим, даже увидим, что текст налазит на вторую строку, значит надо уже раздвигать. Конечно же, удобнее делать это все через разные слои. Вот, вот это надо делать одним слоем, потому что у тебя теряется настройка абзаца. Она у тебя была нулем. Версальчик возьмет сюда, выделит этот текст, посмотрит, что здесь абзаца нет. Если у него настроения не будет, он этот ноль там так и оставит. Конечно же, ноль нужно перенастраивать. Так, что-то там было выделено, вроде как-то вот так. Вот, у тебя абзац, но визуально абзаца нет, потому что ты его не настроил. Вот теперь все настроено. Вот так надо объединять одни текстовые слои внутри. А если у нас разные сущности, там одна сущность. Текст и текст, одна сущность. А тут разные подзаголовок и описание. Так, вот здесь вот было бы клево сделать, знаете, что? Вот эту штуку. А чего? А, это фрейм. Вот, кстати, почему я не пользуюсь фреймами. Так, вам не видно. Вот, фрейм. У меня миллион причин, почему для меня группа намного лучше, чем фрейм. Если мы говорим про какой-то элемент вроде input или кнопки, конечно же, если фрейм. Если мы говорим про какую-то карточку, это тоже, конечно же, фрейм. Просто потому, что это компонент, а компонент это по умолчанию фрейм. Ну, если мы говорим просто про целый блок, у меня это всегда группа. Вот, открываем. Вот, видите, группа, группа, группа. Поэтому мне не мешают никакие клип-контенты, ничего. вот мне нужно прямоугольник выбрать например вот что я хотел сделать я хотел пододвинуть вот так я выбрал пододвинул и все видите как это удобно надо вернуть обратно вот так вот а тут так не про не получится поэтому придется рисовать новую фигуру какую-то такую к ней туда заходить удалять вот эту противоположную точку shift и backspace это все дело перекрашивать вот сюда и отправлять это отправлять на задний план это вот ты иди на задний план так вот куда-то вот сюда значит мы сам вот этот фрейм сделаем поменьше побольше отодвинем а вот это изображение мы сделаем так чтобы она выглядывал что-то что-то так много все а зачем ты порубил на капусту зачем ты что столько всего представляете потом экспортируют я просто нажимаю стрелку вниз и она все так медленно двигается ой все как она все тормозит вспоминаем времена фотошопа и просто просто ужасно ужасно зачем либо это просто плохо сконвертировалась из иллюстратора либо конечно же это надо чинить ведь вот это мы потом отправим на экспорт не мы а бедняги верстальщики и это будет катастрофа все вот эти вот нарисованные элементы они прямо в эту в свг-шку там это ее так раздраконит она будет коряво ужасная большая нехорошо будет да я бы его поставил так чтобы он как вы ребята работаете не представляю с такими с такими объемами слоев это же просто какая-то катастрофа вот я бы поставил как-то так чтоб он выглядывал тогда и динамика появится что и рост у нас всего этого дела будет если сверху где-то будет пустота так можем взять какую-то иконку а зачем вот наша монетка нам не нужна вся вот эта вот внутренность вот этот вот объем какой-то порубленный на кусочки зачем так вот если бы у нас сверху была пустота мы бы просто взяли монетку какую-то размножили ее как-то повернули чтобы она как-то там вылетала под таким углом под таким и мы бы вот это пустое пространство просто заполнили графика если бы графика была хорошо подготовлена тут конечно с этим беда прям верстальщика мне жалко сверху все слилось в одно нечитаемое предложение очень много разных стилей в логотипе есть текстовка она синяя с засечками потом маленький рубленый потом почему-то вдруг поддержка в телеграме даже стала больше чем навигация по сайту и тоже конфликтуют потом снова синий уже без подчеркивания потом еще беленький очень много разных стиль еще вот такой тут 20 размер тут 24 просто какой-то винегрет и стиле надо это все дело приводить к трем четырем может быть стилем может быть вот эти две кнопки обернуть в одну какую-нибудь войти будет понятно что где мы входим мы там и регистрируемся вот самолетик выбивается по стилистике конечно да выбивается тут кружки пошли такие же как там до кружки кружки очень много кружков очень много тут есть монетка желтая да а из лишь у вас к синих кружков сколько синих кружков цвет настроения синий можно было бы вот эту монетку просто взять поставить ее ровно и где-нибудь в виде вот этих монеток вместо синих кружков сделать желтые монетки она бы тогда привлекало внимание еще больше тут Тут, например, пусть будут синие, сочетается с логотипом, плюс контрастно смотрится, тут какие-то синие элементы, оно пересекается. А здесь, например, желтенькие, чтобы не было такого, что синие круги, синие круги, синие круги, синие круги. Тут контур какой-то, нигде контура не было, потом бац, в одном месте появился контур, а больший контур нигде нету. Значит, если ты где-то что-то ставишь, уже и вот это можно было перекрасить, но, конечно, уже не в синий, а в желтый, потому что красного тоже нигде нет. И да, я понимаю, что это временная картинка, которая через несколько дней просто отсюда сбежит, но если вдруг ты будешь добавлять в портфолио такой макет, то, конечно же, было клево потратить немного времени прямо в фигме нарисовать какой-нибудь круг, желтенький, сделать его каким-нибудь желтеньким, и как-нибудь там через режимы наложения чего-нибудь это все дело перекрасить и подрегулировать потом этот горчичный в более-менее желтый цвет. Достаточно это все быстро делается. Очень много синих кружков, очень-очень много. Вот эту вот дубовую стрелку, стрелище прям такое, летит снаряд такой вот сюда, а тут пусто. Конечно же, тут у нас криптовалюта, значит, должна быть какая-то фотография, ведь верстальчику надо понять, ему делать тупо вот этот синий прямоугольник, или это дизайнер пока не знает, какое там будет изображение. Значит, заходим и ищем крипто. Крипто вот сюда вставляем что-нибудь, например, вот такое, да, градиент этот перетаскиваем наверх, и вот, у тебя нет непрозрачности, верстальчик так и сделает. Там будет какое-то видео, но непрозрачности нет. Конечно же, это дизайнер должен как-то снизить вот эту непрозрачность и поставить картинку по теме. Тут у нас размер 103 почему-то не 100, тут 112, даже с половиной. Вот, если уже делаешь какой-то размер, делай хорошими числами. 103 на 103 это ужасно-ужасно, верстальчик будет недоволен. Тут кружки, можно было уже тоже их или с желтенькими. Вот, есть какой-то классный градиент. Можно было бы тоже, например, или здесь его использовать. Просто сделать так, чтобы твоя иллюстрация пересекалась с оформлением. Просто небольшое. Вот, теперь у нас с фоном сочетается это все сюда-сюда. А нет, не сюда, вот сюда иконки. В общем, тень надо будет скопировать, тогда начнет пересекаться. И тоже где-нибудь добавить желтенького, вот этого красного, и тогда у тебя все будет пересекаться. А так у тебя просто белое-синее, белое-синее, белое-синее. Там под конец уже просто тошнит от этого синего цвета. Настолько сильно тошнит, что просто какой-то заголовок не выдержал и сбежал отсюда. Тут смотри, какая большая тень. А тут насколько меньше. Ты же берешь карточку и просто ее копируешь. А не так, что ты завел карточку, бросил ее там, а потом пошел, познакомился с новой, завел для нее новые стили. Конечно же, стили должны быть одинаковые, чтобы было аккуратно, все смотрелось. Тут у тебя по центру в разные стороны и вниз. А тут у тебя с правой стороны влево свет светит. Неаккуратно. Кнопки тут вот такие отступы, тут вот такие уши, тут высота побольше, тут поменьше. Просто неаккуратно получилось. 62 уже можно было сделать просто 60. Попробовать это царская кнопка, это главная кнопка. Давай попробуй наш сервис. А это просто выбор дня или месяца. Это сортировка. У тебя акцент на сортировке больше, чем на царской кнопке. И вот эту царскую кнопку по-хорошему сделать бы каким-нибудь вот таким, чтобы она контрастно смотрелась. Вот, она тогда будет пересекаться. Или таким, каким-то красным или желтеньким. Просто очень много синего. Синий это ссылка. Это разве ссылка? Это не ссылка, оно никуда не ведет. Тут вот пробела нету. Вот добавили пробел, все сломалось. Тут залитая иконка. Да, иконка просто вот залита цветом. Просто, а тут монитор дырявый. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно вернуть этот монитор, чтобы он тоже был залитым. И вот уже эти иконки начинают пересекаться, начинают сочетаться между собой. Остальные, в принципе, если так за уши подергать, то может и можно притянуть, что они сочетаются. Отступы. Мы же считаем отступ не до какой-то линии, которую мы не видим. Мы вот эту линию не видим. Поэтому мы считаем здесь отступ. Не то, что считаем, просто наш глаз видит вот этот вот отступ. По-хорошему тут уже или вот этот вот как-то опустить, чтобы была такая вот линия. Или тогда текст сделать поменьше. Или может отодвинуть вот так. Или заголовок сделать побольше, отодвинуть его повыше. Тогда вот так. В общем, сделать по линии. Так вот, мы же смотрим вот эту дырку. Она у нас 220. 150. Там где-то было 100. Потом 220. Потом 150. Супер неаккуратно. Чтобы снизу была борода такая большая, а сверху был, да. Поэтому, конечно, лучше сделать в две строки. Поставить по центру. Вот. И отцентрировать все это дело. Тут что-то все сломалось. Тут было закругление. Потом куда-то забежало. Утащили закругление. Тут тоже как-то неаккуратно. Тут подступ есть. Тут подступа нет. Что-то тут по высоте все не фуншуй. Сначала решил по-английски. Потом вспомнил, что нет. Все-таки у нас тут по-русски. Почему не удалил английское слово? Тут вот у тебя есть тень. У кнопок есть тень. Тут везде есть тень. А тут вот, например, эта же кнопочка. И она у нас на переднем плане должна быть. Почему? У нее нету тени. Тут вот тени тоже нету. Непонятно, непонятно. Очень много синего. Можно было бы даже в ту градиент. Вместо того, чтобы просто сделать синий. Зачем тебе тут градиент? Вот эта разница от края до края. Вот этот вот перепад настроения у синего цвета. Никто в жизни не заметит. Есть смысл делать градиенты где-нибудь вот в таких плашках. Или, например, вот здесь вот в плашках. Да, у нас мы видим, что тут какой-то блик есть, а тут затемнение. И это клево. Но если ты делаешь внутри текста просто из пяти букв, Ну, это в жизни никто не заметит. Да, тут вон какой отступ тут. Вот какой отступ тут. Вообще без отступа в линию. Неаккуратненько. Тут как-то вот по линии шло вот так вот. Потом пошло вот так вот. Неаккуратненько. Нужно просто взять и сделать все аккуратненько. И тут смотри, как у тебя все зажато. Там где-то было 150, 220, там 100 хотя бы. А тут по 65. И учитывая, сколько у тебя всего синего, хотелось бы от этого синего оттенка просто куда-нибудь уйти. В какой-нибудь просто вот такой вот спокойный футер. Сделать его побольше. Пусть даже кнопки какие-то будут синими. Но уже сам вот этот синий оттенок мы отсюда уберем. 45, 45, 45, 45. Это клево, что у тебя все по 45. А вот этот заголовок 70. Как будто к тебе приходят люди, изучают всю твою информацию. И у них всегда есть вопросы. То есть ты сделал настолько большой акцент на вопросах, как будто бы ты не справился с объяснением, что тут вообще происходит. Зачем такой акцент на вопросах? Нужно разбавить синий цвет и научиться повторять. Отступы, стили, размер текста, цвет текста. И конечно нужно разобраться с этой иллюстрацией, потому что это просто какая-то девятая часть фильма Пилат. Элементы на этой иллюстрации просто в муках находятся. В таких муках. Дальше на связи Диана. Не так давно начала изучать дизайн. Пока руку набиваю, интересно узнать мнение. Видите, у меня даже аллергия на слово ваше. Я его даже не читаю, потому что, ребята, ну я вроде не такой старый. Вот смотрю на себя, я вроде еще не старик. Перестаньте, не надо состаривать меня. Отступ очень большой. Да, здесь отступы повторяются. Но верхний отступ можно сделать поменьше. Например, повторить его таким же, как вот здесь. Да, или взять повторить вот этот отступ. Сколько? 30. Значит, раз, два, три. Да, вот эти отступы будут пересекаться. И нам не надо делать сверху очень большой. Ведь это верхушка. Зачем? А вот внутреннюю тень, конечно же, я убрал. Внутренняя тень это фу-фу-фу. Особенно в нынешнем веб-дизайне, конечно же, не нужны эти внутренние тени. Ладно, еще у кнопки какая-то тень, но точно не внутренняя. Внутренняя это прям вообще плохо. Видишь, у тебя же поиск без внутренней тени. Кстати, тут есть какой-то контур, но его же практически не видно. Если ты хочешь добавить контур, это нормальная такая история. Но мы можем его сделать, во-первых, снаружи. А во-вторых, подобрать какой-нибудь цвет потемнее. Да, вот, теперь у нас есть контур, и мы подчеркиваем. Но когда у нас один пиксель, его же просто не видно. Это лишний стиль, это лишних 5 секунд работы верстальчика. Зачем? Чтобы сделать в один этаж, например, иконка, а рядом текстовка. И, скорее всего, поставить вот эту иконку куда-то тоже здесь рядом. А то у тебя, во-первых, они разлетелись в разные углы, и поэтому, может быть, кто-то не заметит, что они разные по размеру. Смотри, насколько у них толщина разная и размеры. И в одном случае у нас сверху десятка, а во втором случае у нас пакетик порвался, и все яйца выпали. Да, нужно уже ставить одинаково, чтобы оно было одинаково. Телефон, конечно же, хочется сразу написать. Лучше развернуть телефон, а свернуть поиск, если места нет. Особенно, когда есть навигация прямо в этом же месте. Логотип, без спору, офигенный, но вот зачем его два раза? Зачем? Он не настолько офигенный, чтобы его прям два раза в одном месте. У тебя заела кнопка режима блондинки. Ладно, когда у нас меню, вот эти вот короткие слова, да? Один пункт меню, второй, третий, четвертый, пятый, нормальный. Кстати, можно сделать даже поменьше. Можно сделать поменьше. А зачем ты сгруппировала текст по отдельности? Зачем ты наплодила в два раза больше слоев, чем должно было быть? Зачем вот эти лишние слои? Зачем? Вот, все, и вот это лучше нажать в Shift-A. Кстати, видишь, у тебя сдвинулось. Значит, где-то неправильные отступы были. Нажимаем Shift-A, и все, и теперь мы можем редактировать вот эти отступы. Ставим по центру, например, теперь у нас с две стороны. Видишь, как удобно. Обзываем, например, все это дело TXT, проваливаемся внутрь, и здесь у меня же лифта нет. Я бы сделал поменьше. Давайте вот такое поставим, какой-нибудь 17-й. Смотрите, насколько сразу стало спокойнее, аккуратнее, чем когда у нас 20-й. Он практически отсюда уже вырывается из этого книжа. Вот это все надо делать на 1920. Вот, слишком много беленьких. Они начинают белых каких-то элементов. Опять тут у тебя снаружи тень, тут у тебя внутри тень. Внутренняя тень это прям вообще фу-фу-фу. Вот эти наружные тени, ты их добавила, наверное, чтобы белое с белым не сливалось. Но вот в таких местах оно смотрится грязно. Поэтому еще и две тени. Одной ты решила, маловато будет. Давай две. Может, лучше здесь сделать какой-нибудь светло-серый фон, например. И тогда белое будет хорошо видно, будет выделяться. Может, тут нужно фоном подрегулировать. И, наверное, нужно сделать что-нибудь красным. Например, вот таким. Это у нас вот такой. Да, значит, вот это делаем. Drop Shadow можно убрать. Вставляем сюда. А вот эти штуки делаем наоборот белые. И вот у нас уже появляется какой-то... Вот этот красный, он какой-то ядреный. Кстати, жалко, что у тебя нету стилей. Да, жалко, что стилей у тебя нету. Мы бы завели какие-нибудь вот такие спокойные цвета. Это слишком ядреный какой-то цвет. Ядреноватый он такой. И если у тебя 100% внутри раздела, сложное слово, трусиков, все скидки, то тогда ты не врешь. Если у тебя будет какой-нибудь трусик без скидки, то значит, враки-враки. То есть, есть смысл поставить скидку на определенный товар. Этот товар по скидке. И поставить старую цену. Новую и старую цену, чтобы мы понимали, а в чем же скидка. А не так, что у тебя все у нас на скидке. Да, у нас получается абсолютно все, все, все. И пижамы, и аксессуары у нас все со скидкой. Заходи. Вот было бы интересно зайти да посмотреть. От края до края это плохо. Делать плохо, плохо, плохо. Либо мы увеличиваем текст вот здесь вот. И увеличиваем, конечно же, вот, смотрите. Я увеличил текст и все сломалось, да. Я увеличил текст и расстояние между строк сломалось. Потому что у тебя расстояние фиксированное. Я люблю делать, например, в процентах. Вот 130 для такого шрифта мало. 160, 150 в самый раз. Можно даже попробовать 160 в этом случае. И теперь, если увеличиваю, то расстояние пропорционально растет. Это же прекрасно. Мы одно значение увеличиваем. И не надо будет настраивать второе. От края до края это очень неудобно. Во-первых, это выглядит плохо. Во-вторых, читать это сложно. Когда мы вот здесь вот попали в эту строку, мы идем искать начало следующий. Мы вот так вот головой крутим. И ладно, если у нас будет 4 строки. Это еще мы прочитаем. Но ведь это у тебя стиль текста. И верстальщик заведет вот этот стиль текста. То есть вот эту вот колонку. Где-нибудь потом на текстовой странице какое-нибудь описание товара будет. И там будет что-нибудь вот такое. И вот это уберем. Так вот, если у тебя там будет такое вот описание товара. И вот мы так читаем широкую коллекцию. Пам-пам-пам-пам-пам. Пока мы сюда перешли, мы уже не можем понять широкую коллекцию сексуальных бюстгальтеров или купальников. Надо возвращаться обратно. Мы возвращаемся головой обратно. А это же все вот такое мелкое. Мы возвращаемся. Давай сказать, где там какое слово было. Эротических. Нет, вспоминаем. У нас была коллекция. Мы нашли это слово. Идем опять сюда. И опять не можем попасть. Куда нам? Где читать? Непонятно. Поэтому, если текст маленький, мы не делаем такие широкие от края до края. Читать его очень сложно. И выглядит это просто, ну, уже супер несовременно. Лучше сделать какую-нибудь небольшую колонку. Лучше сделать где-нибудь заголовок. Вот так вот в несколько строк. Может быть тут кнопочку какую-то поставить. А описание, например, пустить. Вот такой вот небольшой колонкой. Вот зайдем на ту же Медузу, например. Медуза. Это же сайт, который читает очень много людей каждый день. Вот у нас контент. От края до края. Но внутри этого контента текстовки нам намного уже. Приблизительно в 50-55-60% занимают. И читать это очень удобно. Мы сразу можем перенести взгляд вот сюда. То есть нам не нужно искать начало строки. Тратить время, секунду тут, потом возвращаться. Ненавидеть разработчиков. Очень удобно. Очень удобно. Очень удобно. Если текст маленький, мы тогда и так не делаем. Если у нас текст большой, то большой текст можно сделать от края до края. Потому что мы не будем тратить кучу времени. Вот. Мы не будем тратить кучу времени, чтобы перевести взгляд отсюда куда-то вот сюда. Расстояние тоже, но текста меньше. И мы сразу перепрыгиваем. Вот. Такие большие тексты используются, например, в цитате какой-нибудь. Да. Вот у нас есть несколько строк какой-нибудь важной цитаты. Мы вставим потом снизу приписку. Кто это сказал? Например, Леша сказал, что не надо делать такие длинные строки. Для этого блока надо сторожа нанять, потому что здесь уже графику стащили. Расстояние маленькое. Маленькое. Вот теперь расстояние хорошее. Тут хорошее расстояние, тут воздушное. У тебя расстояние до своего текста точно такое, как внутри текста. То, что ты абзацы сделал, это прям вообще молодец. Но то, что у тебя слово висит, это вот, конечно же, не очень. Значит, вот это надо сделать все побольше. У тебя что-то не настроено. Можно вам просто убрать и все. Тогда это туда подпрыгнет. Если висит одно слово, значит где-то косяк. Надо просто разобраться. Если это какое-то перечисление, скорее всего, этот текст останется с нами надолго. Если просто какой-то текст мы делаем для страницы статьи, страницы новость, то мы не знаем, что туда заказчик потом загрузит, какой текстовый контент. А это просто перечисление на главной странице. Если у тебя все по левому краю, то, конечно же, надо сюда. Если показать еще вот эту вот штуку, она хорошо подходит для каких-нибудь карточек товара. Есть карточки товара? Оп, покажи мне еще. А когда у нас перечисление, то надо уже вываливать все. Тем более, у тебя тут всего четыре. Если их всего десять, так давай уже сделаем тут пять и тут пять. Тогда и сторожу зарплату платить не надо. И вот эта кнопка тут не нужна будет. Расстояние маленькое, расстояние огромное. Копирайта нету. Копирайта иконки из разных вселенных. Здесь у нас внутри квадрата выпилен логотип, а здесь наоборот. Тут нужно просто взять одну какую-нибудь за основу. Например, вот эту центральную. Значит, здесь мы тоже делаем какой-то квадрат. Значит, мы его тоже закругляем на такие же закругления, как здесь. Мы его делаем белым цветом. А вот внутри этого квадрата мы уже выпиливаем этот логотип. Вынимаем его. И здесь тогда то же самое. Мы делаем такой же квадрат, внутри которого мы делаем два вот таких вот отверстия. Одно большое, а второе поменьше. И у нас будет логотип инстаграма. И они тогда все будут из одного набора. Можно вот эту оставить, а вот эту сделать на выворотку. И вот они стали уже из одного набора. Да, точка будет маленькая, но ничего страшного. Зато они все будут из одного набора. Из одной песочницы. А смотри, вообще какой худыш летает здесь. И как-то он отвалился. Вроде это поиск, а это куда-то какая-то капелька туда улетела. Видите, e-mail. Такого в русском языке нету. Если уже так придираться, то вообще надо с большой буквы. Электронная почта, а не e-mail. Вот тут, конечно, тут можно было бы сделать кнопку вот такую вот. И с этой стороны закруглить. Сколько там? 50-50. Вот, чтобы кнопка была, чтобы она была с формой заодно. А то как будто сами по себе гуляют. Кнопочки несерьезные. Это вот у нас целый раздел сайта. А тут такие малюсенькие кнопочки. Такие малюсенькие. Да, можно было сделать, может кнопки сделать вот такими. От края до края. И вот здесь вот написать. Крупненько так. Это же все-таки целый раздел сайта. Хорошие чекбоксы залиты, чтобы мы прям издалека считывали. Кстати, розовый на белый, но не очень. Вот такой вот в самый раз. Мы точно видим, что чекбокс нажат. Неаккуратно смотрится, когда пляшет по иксу. Лучше это все делать. Либо сделать справа, как аккуратно, когда оно в линию. Либо наоборот поставить перед этим. Можно было уже сделать одинаковый. Применить. Это позитивная кнопка. Супер классное настроение у нас будет, когда мы применим фильтр. А очистить это обратно. Вернуться обратно. Кто же хочет идти обратно. Пошел к машине. У машины вспомнил ключ и забыл. Или за ребенком в школу побежал, а пропуск дома. Никто не любит возвращаться. Выбрать размер. А тут такая пустота. Было бы, наверное, интересно сделать вот так вот, например. Раз, два, три, четыре. Такие вот четыре кнопули. И просто выбираю размер. Без вот этой штуки. Оп. Выбираю размер. Такой, 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 такой. Вот видишь, как было бы клево. И заголовок при этом бы у нас остался. И артикул. И даже цена была бы видна. А так мы пустотой закрыли практически все. Да. Так, 404 есть. 404 не найдено. Тогда едем дальше. Смотрим дальше. Буду очень рад разбору работы. Расскажите, как правильно оформить кейс в портфолио или на биржу. У нас был на эту тему отдельный стрим. Вот он. Тут мы обсуждали все эти вопросы. Каким должно быть портфолио? Сколько нужно работ? Как готовить? На чем делать акцент? Можете прямо сейчас нажать на паузу и посмотреть, какие вопросы мы тут обсуждали. Вот теперь вроде бы все видно. Ну, а мы тогда уже не будем тратить на это время. Просто посмотрим работу. Слабо заметен. Конечно, логотипа нельзя коверкать. Но я бы все равно заказчику предложил сделать вот так вот. Сделать побольше. А здесь, например, написать кимоно. Store. Заметнее. Заказчики любят, когда их логотип хорошо видно. Прям любят, не могут. Тут наехало. Можно сделать все это дело. Раз, два, три. Раз, два, три. Например, вот так вот. Вот так вот. Стало уже повоздушнее. И тут тоже наехало. Тут еще и контур оказывается какой-то. Да, какой-то. А, ты сделал. Ты сделал все одинаковой толщины. Понятно, почему ты так сделал. Потому что захотел перевести все в одну толщину. Но вот эта иконка, она, кстати, корява. Если мы в режиме контур, в Ctrl-Shift-3 смотрим, и у иконки есть какие-то вот такие непонятные штуковины, это значит, что когда верстальчик будет ее сохранять как SVG, у него все сломается. Вот, Ctrl-Shift-O. Мы нажали. И вот, видишь, все сломалось. Появились какие-то новые деления, что-то все сломалось. Иконка плохая. По времени заняло бы нарисовать кружок и палочку даже меньше, чем настроить вот этот вот контур. Вот. Но, тем не менее, тут у нас все закругленное. Тогда уже и вот этот кончик надо было бы сделать закругленным. Вот. Тогда мы вот это делаем подлиннее. Что-нибудь вот такое. Вот. Она должна быть закругленная. Например, в один пиксель. Тут закругленное. Соответственно, и здесь тоже должно быть все закругленное. И тут сразу бросается в глаза, во-первых, что чуть-чуть неровно. А во-вторых, что вот этот квадратик, а это не квадратик, это фрейм. Вот еще один пример, почему я бы здесь не пользовался фреймом. Мы же не будем в этот автолаяут вставлять другой чемодан. Есть смысл в кнопках. Мы там меняем текст. Например, отправить, купить или ок, маленькая или длинная фраза влияет на ширину. А здесь у нас как стоял чемодан, так он и будет стоять. Мы сюда ничего вставлять не будем. Поэтому здесь, конечно же, я автолаяут не делал, потому что он только мешает. А во-вторых, я бы сделал это все вообще через фигуру, чтобы посмотреть. Вот мы здесь сделали эту фигуру, а потом нам же надо поставить ее вот сюда. И тут мы понимаем, что вот это расстояние совершенно нам не подходит. Значит, вот эту иконку нужно поставить вот здесь. И вот теперь эти фигуры удаляем. Вот теперь-то оно стоит все как надо. Вот, фрейм нам помешал. Все клево, только вот эта фотография плохо подобрана. Хорошо бы поставить по центру, зачем отпилили человеку руку. А вот здесь вот отступ слабенький. Отступ слабенький, и хочется все это дело раздвинуть. Вот ты положил все в один автолаяут, еще и с фоном, что ли? Ничего себе. Как-то ничего себе. Вот как нам раздвинуть? Вот зачем использовать автолаяут там, где он реально не нужен? Мы бы здесь просто взяли и отодвинули. У нас теперь в итоге мы даже не можем этот текстовый блок просто взять и подвинуть, поставить по какой-то вот такой вот линии. И там автолаяут. Ой, как вот здесь вот поставить по вот этой линии вот эту штуку? Не надо перебарщивать там, где оно реально не нужно. Автолаяут делает одинаковые отступы. Но учитывая, что у нас вот это крупный текст, то у него вот этот отступ стал супер крупным. Плюс у нас наложился текст с внутренним отступом, и еще один текст с внутренним отступом. А у формы никакого отступа нету, и у нас расстояние до формы меньше, чем между текстами. А должно быть наоборот. Сначала текстовки обнимаются, а потом где-то рядышком стоит форма. Поэтому либо мы просто вытаскиваем из автолаяута, либо вот эту форму нужно обернуть еще одним фреймом, и просто добавить отступ. Вот так. Но когда мы добавляем отступ в форме, чтобы ее отодвинуть, происходит извержение вулкана. Поставить по какой-то линии было бы хорошо, или тогда наоборот текстовки подтянуть где-то. Опять вот автолаяут я не могу просто взять и подвинуть. Могу поменять местами, что-то все ломается. Я, например, автолаяут, он пользуюсь только там, где он реально нужен. Например, пункты меню. Пункты меню, все, к этим пунктам меню я не добавляю никакие прямоугольники, никакие карточки товаров, никакие ссылки, просто пункты меню. Или набор тегов. Тег, 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 все, вот эти теги я оборачиваю в автолаяут. Но оборачивать в автолаяут разной сущности я, например, так не делаю, потому что это только мешает. Вот у тебя в автолаяуте и логотип, и ссылки первого уровня, и второго уровня, и контакты. И все это еще внутри, небось, автолаяута. Да, еще и внутри. Вот здесь вот, кстати, нормально, то, что у нас социальные сети внутри автолаяута, это нормально. Но оборачивать вот это в автолаяут, например, уже, ну, я не знаю, не знаю, не знаю. Может, я бы их вырвнул как-то по-другому. Вот это у нас копирайт, и он тоже в автолаяуте, плюс он с каким-то отступами. Я не могу его подвинуть. Как вот этот автолаяут подвинуть, вот так вот поставить? Вот, по вот этой линии. Как его поставить? Не понимаю. И он такой огромный, как будто это под заголовок блока. Здесь он стоит по центру, но на самом деле, учитывая, что здесь везде у тебя выравнивание по левому краю, наверное, лучше поставить его где-нибудь или вот по этой ссылке, или хотя бы по этой ссылке, или, например, куда-нибудь сюда сместить. Вот. Или может контакты перенести вот сюда к логотипу, а ссылки тогда справа вот здесь вот. Как это все? Вот здесь вот, например, в этой части у нас будут ссылки, а здесь у нас логотип и контакты, и копирайт, как вариант. Ну, опять же, каждый дизайнер это видит по-разному, но тут точно очень маленькие отступы. Смотри, какой здесь большой отступ. Даже невозможно посчитать отступ. 100 пикселей. А тут почему такой маленький? Конечно же, вот эти отступы тоже должны быть... Раз, два, три. Не могу. Просто даже здесь автолаяут. Даже здесь автолаяут. 60. Почему вот этот автолаяут двигает только копирайт, но не двигает вот эти ссылки? Как мне вот эти ссылки ниже опустить? Вы вот с этими автолаяутами реально просто ставите себе палки в колеса. Вроде бы классно-классно автолаяут, новый функционал, или уже даже не особо новый. Но просто чтобы текст подвинуть, его же можно выделить и подвинуть. Тут автолаяут, там автолаяут. Просто я не представляю, ребята, как вы работаете. Не представляю. Да, не представляю. Вот эти цены, они ближе вот к этой фотографии, чем к своему тексту. И ощущение, что вот эта цена вот этой фотографии. А ведь это не так. Совершенно не так. Значит, тут не должен быть такой отступ. Или наоборот, вот это надо отодвигать еще дальше. А тут автолаяут. Ну вот, через автолаяут. Теперь мы точно понимаем, к чему вот эти цены относятся. И когда у нас есть уже валюта, второй раз валюту, наверное, даже показывать не обязательно. Лишний символ, который только будет путать. Фильтры у нас серые. Серый цвет, он клевый для каких-нибудь фонов или разделения контента. Или для дивайдеров, да, какие-то разделители. Но когда мы говорим про фильтры, про формы, инпуты, поля, кнопки, конечно же, лучше избегать. Серый цвет. Ощущение, что нужно нажать где-то на какой-то чекбокс, что я клянусь, что я в вашей примерочной ничего не свистну. И тогда мне включат доступ к сортировке. Тогда да. Серые кнопки, они неактивные. Серые, неактивные. Неактивные. Где мои кнопки? Вот они. Видите? Серые кнопки inactive. Вот это цветные. Нажимаю не хочу. На черном фоне то же самое. Серая кнопка неактивная. Нам надо согласиться с условием какой-нибудь там политики, какое-нибудь пользовательское соглашение прочитать. И тогда нам включат фильтр. Тогда включат. Тут как-то неаккуратно. Что-то вот пляшет оно. Можно было бы, наверное, выровнять по линии. Вот это, например, вот сюда. Видишь, автолаяут сломал. Вот это тогда тоже. Это там тоже автолаяут. Я вот не перебарщу. Вот просто, чтобы подвинуть что-то куда-то, уже не получается. Уже проблемы. Уже надо звонить и заказывать помощь зала. А тут у нас получается, как будто бы мы нажали на вот эту вот иконку. Появилась ее вложенность. Как будто бы вот эти крошки, они находятся внутри вот этой иконки. Но ведь это не так. А значит, корзину надо показывать как-то по-другому. Да, оторвать. Зачем такие дырки? Дырки, дырки, дырки. Дырки, огромные дырки. И у тебя идеальный вариант. Идеальный. Когда у тебя все заголовки в одну строку. Привыкайте, ребята, показывать не идеальные варианты. Чего делать, как будто бы две строки. Две строки, понятно. А вот три строки. Что у нас тогда будет? Многоточие вот здесь будет? Или делать какой-то градиент? Как-то третью строку прятать? Или просто ее обрубать? Это же все надо показать для верстальщика. А то он будет делать на свое усмотрение. Очень огромный текст, который подходит для заголовка H1. Но H1 у нас вот этот заголовок, да? Значит, этот можно было бы сделать поменьше. Или как минимум вот на этой странице тоже сделать какой-то крупный заголовок. Ведь у тебя, судя по всему, заголовки в две-три строки. Судя по твоему идеальному варианту. Значит, нечего бояться здесь делать вон такое длинное. Значит, первую часть мы делаем вот эту крупную. А вот эту вот расшифровку мы делаем как под заголовок. Например, вот таким текстом. И тогда у нас будет сочетаться вот эти заголовки. Тут тоже. Почему вот он такой маленький? Либо мы тогда здесь что-то не так сделали. Либо непонятно, почему мы тут стесняемся сказать, что это женское кимоно. Почему мы стесняемся? Да, голова прям торчит. Вон, смотри, какой там запас. Какой запас. Или это твой автолаял тут извержение сделал. Вот, можно опустить. И тогда будет хороший отступ. Вот, такие комментарии. Надеюсь, было полезно. Дмитрий пишет. Учусь дизайну уже примерно 4 месяца. Первый раз отправляю работу. Хотелось бы узнать, не слишком ли все серое. И как улучшить навыки работы в слоях. А то у меня там ужасный бардак. Ну-ка, ну-ка. Да все группировать. А от меньшего к большему. Например, вот это у нас кнопка. Кнопка. Отлично. Вот это пункты меню. Да, меню. Ну все, кнопку, пункты меню и логотип мы обзываем меню. Я бы это обозвал 0 Header. И сделал бы размер на всю ширину. Зажимаем Ctrl и тянем до краев, а тут тянем вверх. Когда нам потом нужно будет размножить на внутренней странице, мы тогда его просто выделяем. Я бы поставил вообще сверху, чтобы сразу можно было выделить. Выбираем внутреннюю страницу. Нажимаем Ctrl V. И он у нас сразу вставляется в этот уголок. А так как расстояния такие же, нам не придется потом его куда-то вот сюда прицеливать. Вспоминать, какое там расстояние было сверху. Мы просто выбрали внутреннюю страницу и вставили. Примерно так же это работает с футером. Мы вставляем футер и потом нажимаем Alt S. И он у нас улетает в самый низ. Вот. А Header остается где-то наверху. А так группировка у тебя точно такая. Просто я немного иначе все это дело обзываю. Например, у тебя все по-русски, а я обзываю по-английски. Если у тебя есть уже контейнер с автолайаутом, то оборачивать контейнер в еще один контейнер, конечно, не надо. Это лишний клик, это лишний слой, это лишняя обложенность. Зачем? Вот тут контейнер не нужен. Я бы вот эти кнопки обозвал Buttons. А у тебя нет. Это у тебя OP. Вот видишь, ты не обозвал и непонятно где что. Вот это H1 или, например, TXT. А вот это Buttons. Батоны. Вот. А вот это тогда Info. И опять у тебя батоны и тексты в одном автолайауте. Автолайаут дает одинаковые отступы. Но ведь нам не всегда нужны у разных сущностей одинаковые отступы. Я бы, например, вот эти кнопки попробовал бы отодвинуть немного дальше. А чего делать? Либо доставать из автолайаута, либо оборачивать еще одним фреймом и для него делать дополнительный отступ. Обернули фреймом и вот теперь дополнительный отступ отодвигаем. Но получается, что у нас и там автолайаут и дополнительный фрейм. Поэтому я вот не люблю такое. И прекрасно. Я бы и кнопки так сделал. Вот. Может, вот это есть смысл вот сюда как-то выровнять. А может и не надо. Может и не надо. Хочу продать франшизу. Наверное, вот это хочу, хочу, хочу. Слишком много ты хочешь. Два слова оптимально. Продать франшизу. Купить франшизу. Все. И купить франшизу, наверное, не надо в виде просто текста. Это же все-таки ссылка. Да, акцент все-таки поменьше, но тем не менее, обводка тут нужна. Я считаю, нужна. Кстати, вот этот вот псевдообъем выпуклась. Да, ужасно. История лучше сделать под наклоном. Лучше сделать под наклоном. Вот так, например. Вот, смотри, кнопка становится плоской, но классной, сочной и интересной. Но уже нет этого псевдообъема. Теперь выравнивание, видишь, хорошее. Вот, по уровню, по уровню. Может здесь даже сделать в два пикселя. Вот, в самый раз. Мы теперь понимаем, что есть две кнопки. Люди что-то отвернулись. И самое ужасное, что у нас-то нет горизонтального скролла. А что это они там смотрят? Тут бы, наверное, подошел вариант, когда люди смотрят на заголовок. Или когда они смотрят на нас. Или когда мы стоим за их спинами и смотрим тоже куда-то вместе с ними. А так получается, они смотрят и не очень понятно. Вот если мы приедем, что мы там с ними увидим? Не очень понятно. Так, черный, черный, черный. Ну, темно-серый. Но, тем не менее, контраст слабенький. Да, все такой вот слабенький контраст. Вот эту форму можно было бы сделать, например, как-то посветлее. Вот, сразу выделяется. Нам не приходится всматриваться, где там граница у этой формы. И она, знаешь, какая-то она слишком широченная. Клево, когда отступы одинаковые. Вот это было бы клево. Например, вот такие отступы плюс-минус одинаковые. И, кстати, у тебя вот этот огромный отступ. Твоя кнопка просто отвалилась. Смотри, у тебя вот это. Так, автолаялт, понятно. Тогда не лезем, где нам не рады. Вот это у тебя приблизительно высота одного инпута. Второй инпут. И вон там, вон третий. Отступ между инпутами приблизительно такой. А до кнопки вон как далеко. Конечно же, я бы кнопку поднял вот так вот. Сделал бы этот отступ раза в два хотя бы. Больше, но не в четыре. А заголовок вылетел. Да, напишите нам, как стоит за формой, как будто места не хватило и на конференцию не пустили. Конечно же, заголовок должен быть в блоке, а не где-то там под окном стоять. Поэтому вот сюда напишите. Это мы тогда делаем больше. Вот так вот напишите нам. И было бы классно дать какую-то расшифровку. Не просто напишите нам, а что мы вам ответим. Когда мы вам ответим. А если номер телефона, то может мы вам даже перезвоним. И может быть даже через 15 минут. Вот это все, конечно, повысило бы интерес заполнять эту форму. А так просто напишите нам, кто будет свое время тратить просто, чтобы написать привет на почту. Вот это можно ставить по центру автолаяут. Ребята, слушайте, напишите в комментариях, вам вот этот вот мой бубнёж по поводу автолаяутов еще не надоел. Просто иногда мне кажется, что только я не болею переавтолаяутизмом. Обернуть одинаковые сущности в автолаяут это огонь. Пункт меню, пункт меню, пункт меню, или кнопка, кнопка, или иконка, иконка социальной сети, например. Или тег, 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 это вот круто. А когда логотип, ссылки, кнопка, картинка, там вот вспомните с этим, с вулканом в одной из предыдущей работе. Вообще вулкан засунули в форму. Мы двигаем форму, а у нас где-то там вулкан взрывается. Я считаю, что как минимум фоны должны стоять уже сами по себе. Так вот, как поставить вот это по центру? Давайте разбираться. Вот нам придется брать инструкцию к этому футеру, чтобы просто передвинуть ссылку. Если бы это была группа, я бы взял просто и подвинул одно под другое. А так нам придется, например, вот это же хорошо обозвать. Например, копий ригахта. Копирайт. Значит, у нас надо вывалиться в автолаяут, который вот этот. Например, это линкс какие-нибудь. Нам нужно в линках поставить, чтобы оно все было, например, по центру. Вот, вроде ничего не сломалось, но это стало по центру. И вот это выделить. Вот, теперь разобрались. Повыше поднять. Да, чтобы отступы были плюс-минус одинаковые. Учитывая, что все такое симметричное, можно это поставить по центру. Напишите, слушайте, по-моему, я постоянно бубню на этот бедный автолаяут, и от меня ему столько всего прилетает. А может быть, это я неправильно работаю? Может быть, если бы я оборачивал в автолаяут, еще в автолаяут, еще в автолаяут, внутри там еще автолаяуты, может быть, я бы еще быстрее работал? Но мне кажется, что вот это вот прям замедляет. Вот это вложность, попробуй потом разберись, где там что. Поэтому мне кажется, что я бубню постоянно, а вы там негодуете. Вот эти ссылки развалились. Вот это вот у нас блок текста, в котором есть три строки. То есть, вот этот контейнер, это список строк. Список строк, абзац текста. Мы понимаем, что это все одно и то же. А вот это развалилось, как будто это вот одно что-то, это второе. А ведь это все про одну и ту же тему. Какой-то список каких-то преимуществ. Я бы здесь сделал, например, вот 20 пикселей, и здесь бы сделал 20 пикселей. А кнопка какая-то сосисочная. Что это за сосиска? А вон еще две одинаковые кнопки подряд. И три, можно сказать, даже пять кнопок. Шесть кнопок подряд. На две трети лэнда вообще одна кнопка. А тут насыпали так по-царски. Наверное, стоит какую-то убрать. И, конечно же, сделать отступы. Вот тут вот у нас хорошие, такие приятные отступы у кнопки. Можно даже чуть-чуть побольше сделать. Вон, я чуть докликался до этой кнопки. Чуть побольше делаем. А тут, конечно же, надо в этом мясном отделе навести порядок. Что-то сосисок очень много. Вот, смотрите, какая классная кнопка. И опять же, вот этот псевдообъем мы сюда заходим и меняем, например, вот так. И зацените, насколько круче тот редкий случай, когда я рад, что у нас тут не мастер. Если бы я в мастере настроил, у нас бы все кнопки настроились. А так, видите, мы можем сравнить, как стало и как было. Вот этот псевдообъем, выпуклая кнопка. Но это уже не очень современно. Классно, когда кнопка плоская, но она какая-нибудь с изюминкой. Вот тот самый изюм. Мы сделали градиент под уклом. Но нам придется его делать теперь в три раза. Был бы мастер в один раз. Тоже очень большие отступы. И тексты мелковатые. Да, мелковатые. Ведь это, по большому счету, договор. Что мы там у вас покупаем? Ну-ка, тут ничего не разобрать. Очень-очень мелко. Предлоги висят. Тут по-хорошему надо сделать отступы поменьше. А тексты чуть-чуть больше. Но они супер мелкие. 14 это даже мелко для телефона. Я на телефоне делаю 15. Конечно, какой-то шрифт с 14 будет даже больше, чем мой, например, с 15. Конечно, да. Но тем не менее, все-таки 17. Для компов это вот в самый раз. Заголовок к верхнему блоку находится ближе, чем до наших. До наших 110. А тут 75. Ну-ка, а подвинуть не могу. Висит автовайяут. Я здесь в автовайяуте что-то подвину. Наверное, где-то что-то тоже собьется. Вот эти отступы, они должны быть везде одинаковые. Если тут такой, значит, и тут такой. Значит, вот этот текст должен начинаться вот отсюда. Вот. С этим нужно наводить порядок. И слушай, вот ты спрашивал про потемки, да? Все такое темное. Как будто мы приехали на конференцию. И нам просто выключили свет. И мы сидим там. Никого не видно. Тут нас кто-то трогает. Будет как-то неловко. Я бы попробовал сделать просто какие-то блоки контрастными. Например, пусть вот этот блок будет каким-нибудь таким вот ярко-синим. Смотри, как сразу стало классно. И может быть еще где-нибудь какой-нибудь прямоугольник таким же сделать. Или даже градиент пустить. Вот сюда скопировать и вставить. Скопировать и вставить. Пустить какие-нибудь преимущества. В то я вот залез. Какие-нибудь преимущества внутри этого прямоугольника. Поедем вот так. Да, так мы доберемся до пункта назначения. Вот так вот. Поедем. Не спеша на автобусе. Сейчас доедем. Вот так вот. Вот. И вот это сюда. Ctrl D. Вот. Какие-нибудь такие штуки. Тогда будет ярко. Когда все темно, конечно, как-то понятно. А стоит ли на эту конференцию ехать? И нужен ли нам перцовый баллончик? Или все обойдется? Это непонятно. Вот так вот яркие пятнышки. Это же вот как на сайте, ссылка на который есть снизу в описании ролика. Вот. Тут, конечно, белый фон. Но, тем не менее, вот на черном фоне у нас все такое яркое. Нет вот этих серых цветов. Конечно, серый цвет – это классно. Но когда его много, становится как-то не по себе. Ну, слишком много серого цвета и серого текста. И тут, и тут, и тут эти штуки. Можно, кстати, это мастер, интересно. Если мы забомбим вот это синим цветом. Во, классно, когда мастер. Вот уже стало чуть-чуть веселее. Вот, смотри, на черном фоне белое и зеленое. Смотри, как круто. Вот твой синий цвет поставить, и будет огонек. Или вот, например, тоже карточки мы отделили каким-то серым. Не приглушенным серым, а достаточно контрастным. У нас сразу выделяется карточка. Зацените, как круто. Вот, серые текстовки есть, но они нам помогают. Не так, что каждая вторая буква серая. Нет, они нам просто помогают. А при этом, смотрите, как ярко. Вот тут помогли, тут помогли, тут помогли. Прям огонь. Попробую сделать, добавить синего. Будет классно. Классно. И вот эта форма. Заголовки должны быть внутри форм. Кнопки вот эти, наверное, надо делать поменьше. Они какие-то слишком сосискообразные. Тексты мелкие, серые. Мелкие, серые. Мелкие, серые. Тоже очень много серого. Все какое-то вот разлетелось. Оно на два экрана. Вот тут у тебя пустота. И есть кнопка. Во-первых, у тебя дырка. И тут, наверное, есть смысл, может быть, тут форму какую-то поставить. Вместо вот этой зарегистрироваться поставить здесь. Или просто картинку какую-нибудь поставить. Или десятый пункт вместо отдельной ячейки написать вот так вот. Кстати, потом тут написать под заголовок. Вот, видишь, автолайя нам не дает этого сделать. Вот, я, наверное, вы, наверное, там меня уже ненавидите за этот бубнеж про автолайяут. Но, тем не менее, я бы вот это точно достал из автолайяута. Написал бы, например, «Кстати» и поставил бы вот так вот в одну строку. Здесь бы написал «Кстати». «Кстати», «Пам-пам-пам-пам-пам-пам». И можно даже попробовать вот это вот отделить какими-нибудь такими вот яркими полосками. Например, «Fill Stroke», например, «3 пикселя». И вот так вот. Кстати, и вот у нас получается десятый пункт, который оформлен и начат. Мы уже тут утомились, да, девять раз одно и то же читать. А тут еще и десятый с дыркой. Поэтому можно было бы сделать вот так. И вот эту кнопку уже тогда куда-нибудь вот туда занести, сделать подобие вот такой вот формы. «Кстати», «Разбор кейсов и домашка от ведущих». «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». «Кстати», «Кстати», «Разбирают кейсы и работу над ошибками ведущие ребята рынка». Или тогда вот эту кнопку вот сюда. Он только не такой сосискообразный. В общем, собрать десятый блок без дырки. И смотрите, как будет круто. Да, вот это поднести будет совсем по-другому. Может, тут тоже где-то синенький добавить. Можно попробовать должности сделать синим. Может быть, не таким темным, а с каким-нибудь ярким, синим. А почему не мастер? Почему не мастер? Это же вот первая карточка, которая у тебя повторяется. Да? Да. Вот, попробуй добавить ярких красок, сделать одинаковые отступы, внести заголовок там, где его нужно внести, чтобы он не стоял под окном и не смотрел на конференцию с улицы. Холодно же? Будет хорошо. Вот видишь, какая дырка некрасивая. Поставь вот сюда форму. Вот чтобы тут форму нарисовать, я провалился в какой-то там автолаял. Вот, не понимаю, ребятки, как вы так работаете? Может, я неправильно работаю? Я не понимаю. Ну, вот у меня отношения с автолаялтом вообще, я хотел сказать, не сложились, но нет, сложились, но просто по-другому. Я считаю, что надо не доавтолаяутить, чем переавтолаяутить, и потом просто даже невозможно что-то куда-то подвинуть. Вот. И даже если так, то кнопку, конечно же, лучше уже тогда поставить по линиям. Но по большому счёту от сосиски лучше отказаться. Ой, улетело. Смотрим дальше. Привет, попросили скинуть работу, очень интересное мнение. Привет, меня зовут Дима. Вот, кстати, прекрасный пример у человека, недоступен ВКонтакте. Но он захотел и нашёл способ, через знакомую передал ссылку, а то начинаете. У меня ВКонтакте не работает. Кто хочет, тот найдёт способ. Классно, офигенно то, что шрифт под наклоном. Появляется динамика, это как раз-таки в этой теме то, что надо. Клёво, что не все слова залиты, а только одно. Так у нас нет каких-то таких кровавых пятен. Тут у нас всё уравновешено. Уголок-уголок по центру пункта меню. Наверное, не хватает адреса. Ведь непонятно, где вы находитесь. Как к вам попасть? И пункта меню с контактами нет, есть просто телефон. Если адресов несколько, можно их попробовать. Вот здесь вывести или какую-нибудь кнопку добавить. Должен быть всё-таки призыв к действию. Первый экран – это самое жирное место для самой царской кнопки. Оставить призыв к действию. Жалко, место пропадает, а как найти – непонятно. Добро пожаловать в Торнадо. Вот клёвые заголовки. Слушайте, заголовки все одинаковые, отступы одинаковые. Супер. Вот эта штука некрасиво смотрится. Может попробуем вот так сделать? Добро пожаловать в Торнадо. А вот эти штуки вот сюда. И уменьшим. Тогда у нас получается вот так по линии. Тут заголовок, он ещё такой динамический, наклонный. Прямо вот туда, в эти преимущества. Может вот так вот. И поменьше. Во, прям вообще классно стало. Теперь у нас устойчивая композиция. У нас есть прямоугольник, внутри которого всё стоит по уголкам. Вот это в уголке, вот это в уголке. Мы держим листик. Если у нас есть какой-то листик, и мы его держим за один уголок, то он какой-то вялый, наклонился, уже голову придётся наклонять. Неудобно читать. Неустойчивая конструкция. Как только мы держим за два уголка, или вообще за три уголка, всё зафиксировали. Классная устойчивая конструкция. Веббет работает точно так же. Должны быть уголки. У нас теперь здесь один уголок, второй уголок, третий уголок. Здесь по линии, по линии. Супер устойчивая конструкция. Прям вообще с того. А мы просто перенесли заголовок и сделали его в три строки. Женская зона ещё достаточно пока безопасная. Но вот мужская зона, она, конечно же, может напасть. И будет опасненькая ситуация. Вправо мы можем листать, а вот влево непонятно. Тут же у нас будет этот штык торчать, который может дело натворить. А тогда куда кнопку? Или мы только вправо всегда. Вот этот контраст слабенький. Наверное, вот эту кнопку я бы сделал какую-нибудь беленькую. Вот, чтобы появился контраст. Вот теперь хорошо. Так, а мы тебе сломали все заголовки. Да, вот почему не надо заголовки или, в принципе, вообще отдельные текстовки оборачивать компонентом. Если ты хочешь привязать заголовок к будущим правкам, то надо не в компонент оборачивать, а добавить текстовый стиль. Вот сюда заходим в тексты и нажимаем печеньку. И добавляем через плюсик, например, это будет h2, да, h1 у нас там в первом экране. Это будет h2. И теперь у нас вот это всё будет привязано. Здесь поставили h2, здесь поставили h2. Если мы теперь этот h2 будем редактировать, сидит стайл, например, сделаем его какими-нибудь 32-ым. У нас все заголовки, привязанные к этому h2, изменятся. Но при этом тут было в три строки, а тут в одну строку. Надо не компонентить, а привязывать к текстовым стилям. Это просто имя. А вот это кнопка. Но почему-то имя важнее кнопки. Ну так выходит, оно же больше. Больше записаться. Самая царская кнопка. Весь этот сайт как раз для того, чтобы мы записались. Значит, это самая царская кнопка. Имя должно быть меньше или как минимум кнопка должна быть больше. Тут как-то крипово это всё смотрится. Человек растёт, человеку в пупок. Тут ещё на человеке на голове стоит. Я бы сделал, наверное, в кружках. И самое интересное, что центрального мы можем сделать так, чтобы он торчал в этом кружке. Сделаем дубликат человек и дубликат кружка. Значит, центральный. И вот это у нас будет маска. Вот мы обрезали человека по кругу. А верхнего человека мы можем просто Ctrl-Alt-G и через Clip Content подогнать, какую нам там часть нужно. То есть мы вот человека обрезаем. У нас получается несколько деталей. Круг на фоне. Да, вот он круг. Человек в маске в виде круга. И вот верхушка. И всё вместе мы собираем. Всё вместе мы собираем. Например, вот так вот центр. Так вот, я бы центрального сделал, чтобы он выглядывал. А вот этих верхних я бы сделал, чтобы они были целиком внутри кружков. Вот так, кружок нам нужно продублировать, чтобы можно было забрать маску. Маску сделали, это спрятали. Это у нас, например... Останется только перекрасить кружки. Надо понять, какой мы хотим. Этот, например, у нас будет белый. А здесь у нас будет, например, красный. Вот такой. Вот. И так будет классно. Не будет такого, что у нас какое-то дерево из людей растёт. И плюс будет какая-то вот такая анимация. Мы сюда нажали, она спустилась и немного выдвинулась. Да, кстати, вот тень тут не нужна. И будет клёво. Вот эта вот берёзка из людей как-то не очень. Да, и красного многовато. Наверное, не нужны вот эти вот такие здоровые плашки. Или может хотя бы по ховеру делать не плашку. А может просто по ховеру цвет менять. Да, тогда не будет такого ощущения, что здесь вот эти вот пятна, пятна, пятна. А толщину менять по ховеру это не очень. Да, тут ещё и размер изменили. Мы по ховеру меняем толщину. А потом, когда нажали ещё больше, и в итоге у нас эти тексты будут там с ума сходить внутри этого контейнера. Лучше не надо. Оставили один размер, просто поменяли цвет, этого будет достаточно. И вот это, наверное, убрать. Сандер, вот, можно вот так. Он у нас крупный, то есть он крупнее, чем кнопка. Но при этом он не переакцентчивает эту кнопку. Потому что кнопка в виде кнопки, а имя просто как текст. Мы точно понимаем, что кнопка, вот она. Текст отзыва важнее, чем имя. Нам важнее его отзыв, а не то, как его зовут. Нам без разницы. Анатолий это или Кирилл вообще фиолетово. Пусть даже это Настя. Нам важно, что эти ребята нам говорят. Вот, самое важное. И это можно перекрасить, например, красным. Так, красным не видно. Значит, забрать какой-нибудь стиль, который хорошо читается. Вот, например, такой. Я бы таким стилем все вот эти сделал. Во. По левому краю. Вот, мы теперь понимаем, что вот это контрастно. Так, то, что у тебя все показано, это клево-клево-клево. Но, наверное, слишком бледный серый. Кажется, что поля недоступны. Я бы чуть-чуть сделал их посветлее. Вот, например, как в карте. Видишь, мы понимаем, что карта-то доступна. Вот, то, что метка не стандартна, это клево. Да, кстати, у тебя тут такой логотип, который можно было, в принципе, поставить как в виде мет. Например, вообще вертикально поставить. И тут поставить какую-нибудь такую ждугу. Вот, например, так. Или уже тогда просто букву Т оставить. То, что у тебя внутри буква Т, это уже интересно. Но можно было бы попробовать вот так. Для сравнения. А может ли твой вариант лучше? Наверное, твой вариант все-таки лучше. Но попробовать стоило ты. Контакты тебе тут сломали. Простите нас. Зачем компонентить текст? Контейнер. Это лишний слой. Это лишняя морока. Ты не сможешь его видеть. Какие-то контейнеры у тебя появляются. Верстальщик потом убьется. Он не сможет померить расстояние. Он же выделит. У него контейнер. Ой, нет. Если ты предполагаешь, что тебя потом попросят изменить вот этот стиль. И тебе будет казаться, что выделить вот это все, это очень-очень долго. То ты можешь сначала потратить еще больше времени. Ведь надо завести стиль. Да, мы заводим какой-то стиль. Нажимаем на печеньку плюсик. Пишем, например, линкс. Надо еще понять, что это линкс, который в футере. Значит, где-то там футер какой-то линкс. Как обзываем. Потом надо все это дело еще вот так вот обозначить. Обозначить, обозначить. А вот это надо по ховер. То есть это новый стиль. И мне кажется, гораздо быстрее, если вдруг попросят чего-нибудь с ними сделать, просто выделить и перекрасить, например. А нажимаем Shift-A. Ведь через автолайяут одинаковые сущности по горизонтали очень удобно редактировать. Если бы тут был вертикальный столбик, я бы это сделал вообще вот так вот. Зачем? Тут какой-то автолайяут. Ведь это куча слоев. Вертальчик не сможет забрать все текстовки за один раз. Ему придется альтабаться туда-сюда, туда-сюда. То есть вертальчику уже неудобно. А тут у нас вот же есть такая же настройка. Мы можем точно так же отодвигать по вертикали, как мы здесь отодвигаем внутри автолайяута. Настройка точно такая. Но это у нас один слой, а это у нас пять слоев. Но опять же, это из той истории, когда мне кажется, что только я так делаю. Вот тут я чуть-чуть времени экономлю, там экономлю, там экономлю, там экономлю. Ну и в итоге я успеваю намного больше, чем раньше. Вот видите, успеваю для вас и ролики записывать. Видите, сколько всего успеваю. Идем смотреть дальше. Дальше в нашу радиорубку дозвонился Андрей. Привет, моя первая работа. Буду рад разбору. Сразу впечатление приятное. Работа классная. Это тут у нас будет менюшка браузера. А у вас еще чуть-чуть ниже, да? Значит, вот так вот отодвигаем. Но тем не менее, у нас уже видно начало следующего блока. Это клево. Контраст очень слабый. Вообще не видно, что у тебя здесь происходит. Вот, смотри, добавили контраст. И мы уже понимаем, что есть меню. А так вот сливает. На многих мониторах у тебя вот это будет белое на белом. На многих. Эти слова я бы убрал. Смотри, как стало сразу чисто и аккуратно. Во, круто же. А почему у тебя здесь такой курсор? Курсор стрелка показывает верстальщику, что этот элемент не кликабельный. Что мы на него наводим. Появляется какой-то ховер. Может быть какая-нибудь анимация. Выпадающий список, еще что-то. Но сам элемент не кликабельный. А мне кажется, ты думал, что вот это фингер. Фингер показывает, что на курсор можно нажать. То, что у тебя не телега, что мы едем за суши, не на телеге. Это супер. Это клево. Тут тоже все сливается. Надо цвет этот регулировать. У многих будет просто белое на белом. Ты тоже показал идеальный вариант. Идеальный вариант, когда у нас вообще нет скидок. Когда у нас все названия в одну строку. Когда у нас начинка везде по объему одинаковая. А нет, сорян, пардон. Извиняюсь. Вот ты показал начинку короткую. И название надо. Там же бывают длинные названия. Ко, Каноэ, Про, Супер, Пупер. Очень вкусно. А видишь, не переносится. И вот что делать, когда оно упирается? Автолаяутить или как? Мы автолаяутим все сдвигаем. То есть вот эти карточки у нас будут расти по высоте. И соответственно все соседние. Или у нас обрезается тогда в одну строку. Остается начинка. И тут какое-то двоеточие. А что делать, если вдруг представим, будет очень длинное название. Три строки. Надо вот это все предусматривать. Ты же дизайнер, да? У тебя спорит синим, синим, синим. Наверное, вот это надо сделать контурным. Это останется по-прежнему синим. Что-то тень у текста. Тексту не надо никакая тень. Ребята, никогда не добавляйте тексту тень. Если вы тексту добавляете тень, то вы уже что-то не так делаете. Кстати, вот это у тебя контейнер. А еще и в группе лежит. Группа это просто контейнер. Вот. И вот это перекрашиваем. Осталось по-прежнему синим, но уже не спорит. Уже стало хорошо. Преимущества. Так, преимущества. Преимущества классненькие. Размеры просмотры. Размеры одинаковые. У меня с этим долгое время была проблема. Не ту же проблема. Я просто не знал, что надо вот эти контейнеры делать одинаковыми. Они мне там плясали. Где-то больше, где-то меньше. Машинка, кстати, едет не к нам. То, что больше, это капот. То, что меньше, это багажник. Значит, машинка едет туда. А раз она едет влево, значит, она с той стороны дороги. Это не наша машина. Это, наверное, может, пиццу кому-то повезли. Но точно не нам. Машина, а тут мопед. Слушай, вот это вот прям огонь. Да, вот это прям супер. Вот это тоже еле-еле заметно. Но не видно оно. Не видно. Тогда уже надо брать вот такой стиль. Копировать его. Вставлять сюда. И тут у тебя синим. Да, а тут не синим. Значит, и вот сюда вставляем не синим. Чтобы был повтор. Эффект повтора. И высоту тогда кнопки надо сделать одинаковые. Тут у тебя 42. Тогда и здесь кнопка должна быть тоже 42. И отступы слева-справа тоже такие, как там. Вот. А еще не очень получилось, что у тебя была линия какая-то. Все вроде по линии шло. Вот это куда-то съехало. Вот это вроде стоит по линии, да? По сетке. А вот это нет. Надо выравнивать не какие-то выносные элементы, а выравнивать сами карточки. Просто двигаем карточку. И это мы ставим по центру. У нас по сетке стоят элементы. А вот эти стрелки, они же могут быть. А чего не сгруппировано? А row. Роу. Вот. Стрелка, она же может быть вот здесь. Она может быть внутри. Она может быть вот здесь. Она может быть даже вот здесь вот снаружи. Бывает такое делают, когда стрелка здесь. Или она может быть снизу, где-то вот слева-вправо. Или может около заголовка. Или бывает вот сюда ставят. Где бы стрелка не стояла, она потом вообще исчезнет. Мы пойдем, когда адаптивить, у нас от края до края, вот это представим планшеты, и у нас просто от края до края будут две карточки. Потом в какой-то момент одна карточка свернется в другую и получится слайдер. Но у нас от края до края будут именно карточки. А снизу появится погинация, и мы будем понимать, что мы листаем. То есть самих стрелок у нас не будет. Мы не будем в них тыкать. А соответственно, раз нам не нужны стрелки там, то и тут мы, конечно же, тоже их не учитываем в плане контента. Вот, смотри, ты что стрелки вообще вот так поставил? Так значит, и вот эти стрелки тоже должны стоять здесь, а вот это все акции где-то, например, вот здесь. Одинаковый функционал реализован в соседних блоках даже по-разному. Верстальщик будет недоволен. Если есть какой-то функционал, надо его просто повторить, и тебя будут носить на руках. Вот это тогда мы тоже ставим тут по сетке и там по сетке. Вот, там по сетке. Мы в Инстаграм, клево, что оставил Инстаграм. Тут вот видишь, тоже форма съехала. Е-мейла такого в русском языке нету, ребятки, нет. Ну, нет такого слова, нету. Вот, это можно было бы тут что-то неровно. А это обман зрения, да. И вот подарок можно было прям вот сюда. Тем более, он у тебя прозрачный, можно прям вот сюда. Может вообще вот так вот как-нибудь сделать подарок. Ну, это типа 18+, да, такой подарочек получается. Ну, пусть будет вот так. Это ролл метика, иди-ка ты потом вот сюда-ка. И тут ты его выбирай-ка. Удобно же, если мы уже даем какой-то ролл, то сразу расписать, что он такое. И тут какую-нибудь кнопочку заказать, или тут кнопку заказать. Или вот дать понять, что эта ссылка нажимаемая. Сюда нажимаем, и нас как-нибудь скролят прямо вот сюда. И тут она... Давай-ка забирай. Да, вот это надо будет тоже ставить по сетке. По сетке. Такое все воздушное. Слушай, все такое классное, классное, классное. А здесь, конечно, вот этот футер нужно раздвигать. Раздвигать. Что-то тоже миллион контейнеров. Вот, сразу стало клево. Вот, смотри, ты ж тут не писал. Звоните нам. Пишите нам время работы. Так и тут, значит, не надо. Ежедневно, ежедневно. Вот и все. Мы в социальных сетях. Ну, и все прекрасно. Разлетелось все. Футер — это отдельное государство, в котором действуют запросто свои законы. В принципе, любой блок может быть своим государством. И, конечно, даже внутри его, и даже вот эти блоки можно делать так. Но когда контент вот так вот пляшет, это некрасиво. Когда контент по линии, это да. Вот, видишь, ты поделил. Кстати, вот вопрос был, а вы делите или нет? И вот человек поделил. Вот это вот все делаю одним текстовым слоем. А вот это вот вторым. И вот это вот все группирую. Три элемента. Группа и два текстовых слоя. Так, сетеровое. Вот это вот меню первого уровня. А вот это меню второго уровня. Значит, вот это можно сделать запросто покрупнее. Может быть, даже вообще попробуйте. Вот так вот. Ну-ка, сейчас мы попробуем вот так вот все сделать. Слушай, роллы. Да, смотри, сразу акценты появляются на каталог. Эй, не так. Иди-ка ты заказывай-ка. Ролл, мети-ка. Вот. Это сюда. Вот тут уже акцент. Плюс оно теперь пересекается с телефоном. Стало вообще хорошо. Ну, это уже мелочи. Тут какой-то фон. А, тут был... А, тут был какой-то фон. Да. А я не заметил его. Вот. Контраста нет. И фон не считался даже у дизайнера на дизайнерском мониторе. Контрастнее надо делать фон. И слишком какой-то неконтрастный. Слишком надо дать понять, что здесь есть какая-то карточка. Можете сделать контурной. Тогда вот этот контур сделать каким-нибудь вот таким. Вот. Тогда, конечно же, двигаем обратно внутрь этой карточки. Не заметил. А вы, может, там на своих мониторах хороших уже все позамечали давным-давно. Тогда подарок мы разворачиваем к тексту. Чтоб он вот сюда в текст смотрел. Кстати, по-моему, это не круг. 76 на 78. Да. Это уже около овала. Для первой работы это прям вообще огонь. Учитывая, какая моя была первая работа, какая моя была вторая, десятая работа. Прям вообще песня. Эти баннеры особенно вообще суперские. Выглядят единственное... А, это у тебя картинка. Да, тут у тебя есть тень. А тут тени нет. Ну-ка, это ПНГшка. Хе-хе, вон оно что. Вон оно что. Стащил где-то картинку. Так, ну это ПНГ. Да, это ПНГ. Раз это ПНГ, то, наверное, есть смысл добавить здесь что-нибудь вот такое, чтобы они тоже были из одной оперы. Сюда просто. Оп. И все. Вот. И теперь они еще больше друг с другом дружат. Да, надо отбалансировать вот эту штуку вот сюда, чтобы сам чел был по центру. А вот эти вот молнии и флажок, они не учитываются в балансировке. То есть вот это вот наша фигура, которую мы ставим по центру. А тут из нее просто что-то торчит. Это как вот здесь. Форма-то она у нас вот, а здесь просто что-то торчит. Вот. Мы же считаем не вот отсюда отступ. Мы вот этот отступ берем. То же самое и вот с этими элементами. А тут он у тебя уже не по центру. Улетел уже куда-то за акцией два по цене одного. Тут у тебя волнами расходятся, но больше этого нигде нет. Возможно, есть смысл вот вокруг подарка сделать такие же волны, которые будут расходиться вот здесь вот, чтобы был эффект повтора. Тогда будет еще лучше. Ну и машинка, чтобы ехала к нам, а не от нас с той стороны дороги, куда-то она там уезжает. А так прям огонь. Так, смотрим дальше работу Павла. Это сайдил для портфолио. Был бы рад разбору. Спасибо огромное. Пожалуйста, огромное. Так, знаете, надо куда слазить. Надо слазить вот сюда. Сейчас найду, 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 найду. А вот, нашел. Вот, если бы что-нибудь такое, когда у нас машина не просто как-то там не доезжает, а чтобы она, во-первых, была, наверное, крупная. Это что у нас вообще за тема? Автомойка. Машина и так как бы крупноватая, да? Но учитывая, что у нас тут такая пустота, вот эту машину можно было бы, а что-то все заблокировано что ли? Ну-ка, разблокировать все элементы. Да, вот эту машину можно было бы сделать, во, какую-нибудь вот такую, где-то гигантский танк такой, да? Здоровенная машина, а не просто какая-то миниатюрная. Тут тогда, может быть, надо почитать. В целом, конечно, начало повседневной работы, текст ни о чем. А раз текст ни о чем, то мы можем делать с ним что хотим, да? Значит, можем переносить стройки и как угодно. Вот, смотрите-ка, как стало прям сразу к нам на танк, как приезжают. Да, ну круто же, огонь. Вот, значит, подсмотрели идейку, как машинку подставить. Еще и преимущества. А вот преимущества, кстати, какие-то не очень преимущества. То есть цифры-то классные, но вот это тоже, это просто абзац. Можно было вот это сделать какими-то там 24-ми. Попробовать. Так, все сломалось. Значит, вот так вот. Предлог висит. Что-нибудь вот такое. Может быть, их поставить вертикально и тоже куда-нибудь. Так, что у нас там с сеткой? Место есть. Например, вот сюда. Это сделать как-нибудь вот так. И тут какую-нибудь полосочку. Это просто как вариант. Ну, видите, узко, некрасиво. А нас. Значит, а нас. А тут вообще вопрос. А вот что это за машина? А нас. Тут хотелось бы фотографию вашего центра сделать, а не просто какую-то машину, вид сверху. Тем более у нас тут танк. Тут машина. Значит, вот эта машина нам не нужна. И значит, сюда бы поставить какую-нибудь фотографию. И вот уже складывается композишн. Да, в общем, подрегулировать вот это все. Тут точно, наверное, машина сверху не нужна. А может тут сделать фотку на вылет какую-нибудь вот такую. Или еще как. Мы же не в машине сидим в той. И здесь тогда тоже, наверное, будет отступ. И вот эти вот повторить. Да, почему не компонент? Не компонент. Вот эти карточки сделать бы. Сделать бы какими-нибудь вот такими. Поближе поставить. Сделать поближе будет хорошо. И, наверное, все-таки сначала услуга, потом цена. Наверное, так будет удобней. Мойка авто, а потом сколько стоит. Жалко, что это у тебя не компонент. Тут сливается. Ну, так это же вопрос, например, отступов. Или вопрос еще чего-то. Может какую-нибудь полосочку добавить. Дивайдер какой-нибудь светло-серый сделать. И вот уже не будет слипаться. Уже будет отделяться. А может вообще сделать какой-нибудь белый фон. У тебя же не белый фон. Значит, этот белый фон будет на твоем не белом фоне классно выглядеть. Можно попробовать карточки сделать каким-нибудь белым. Или в два цвета. Вот эту машинку на передний план. Оп, оп, что-нибудь вот такое. В общем, доработать вот эти карточки. Они разлетелись. И в итоге вот по этой линии уже что-то не смотрится. Учитывая, что здесь несколько отзывов, то можно вывести по два отзыва. И тогда они будут в линию, общую линию контента. А так у тебя получается какой-то забор. Вот такое тут место пропадает. Тут тоже разлетелось. Все, заголовок сам по себе. Остались вопросы. А делать-то что? Наверное, надо расписать. Что тогда делать? Напишите нам, что мы на связи. Сначала, наверное, написать. А потом уже говорить, куда кликать. Вот, чат с нами. И тут было бы классно показать. Не просто мастер. Мастер это вот что-то отдаленное для блока АНАС. А сюда было бы круто, если вдруг у заказчика на реальном заказе будет что-то вот такое, то сюда мы тогда ставим какой-нибудь телефон в руке и просим у него какую-нибудь переписку с заказчиком. Сюда вставляем, и пусть он прямо вот так вот сладится. Снизу вверх, вот так вот внутри телефона что-то там растет. И мы понимаем, что ага, по чату можно решить проблему. А не просто, что у вас есть дядя Степа. Клево, когда контент совпадает с изображением. Тогда, конечно, клево. Тут наехало, если уже так делаем, то поднимаем, например, вот так, чтобы оно одним целым стояло. Тут, наверное, машинка не нужна. Мы тут уже выбираем мойку. Значит, вот эта кнопка не нужна. Наверное, обратный звонок лучше поставить. Вот, чтобы не было такого. Адреса это по большому счету и есть. Контакты, наверное. Значит, можно адреса убрать или контакты убрать. Ведь контакты у нас и так тут будут где-то. В общем, разгрузить вот это вот. Сделать что-нибудь более-менее околосимметричное, чтобы вот так вот было. Логотип, потом набор ссылок, набор ссылок. И потом пошли какие-то социальные сети и контакты. А вот это лишнее все убрать. И, конечно же, не хватает копирайта. Где-то ставим копирайт и все. Если мы ставим вторую кнопку, то не выбрать адреса. Мы же вот уже выбираем, да, куда-то там записываемся. А здесь обратный звонок. Слушай, я вспомнил, у тебя же там был какой-то переключатель. До, после. Тогда, наверное, где-нибудь снизу поставить. До, после. Как было, как стало. Как было, как стало. Или такой ползунок такой. Вот увидишь, я тебе целый функционал сломал. Кстати, у тебя здесь косяк с внутренним внешним. Вот эти кнопки, они относятся друг к другу. В первую очередь. А потом уже относятся к какому-то там тексту. Значит, расстояние между этими кнопками должно быть меньше, чем расстояние до другой сущности. Это вот одна сущность. Переключатели. А это уже другая сущность. Это какая-то текстовка. Может эти переключатели как-то вот здесь вот изобразить. Бум-бум-бум-бум. Вот. Или прямо на машине вот так вот снизу. До, после, до, после. В общем-то, это уже есть место, где разгуляться. Наше преимущество. И тут тоже просто какой-то автомобиль. Наверное, надо все-таки изобразить вашу мойку. Значит, ваши преимущества мы переносим к блоку. А нас как-то вот это все группируем, компонуем, чтобы вот это вот все было, например, где-то вот здесь. Как-то вот это вот все собираем в одно и добавляем где-нибудь потом блок фотогалерей. Много-много всяких разных фотографий. Плюс они могут быть сразу двойные какие-нибудь. До, после, до, после, до, после. А так вы себя расхвалили, а поддержать все это дело вы не можете. Да, есть какие-то отзывы, но нифиг его знает. Человек стоит, сам моет. Вот это я понимаю. Автомойка, да? Человек приехал, сам машину помыл. Ну, я приехал, мне шланг дали, за час справился. Вот такие ребята. Огонь. Тут в отзыве еще бы хорошо написать, кто, когда, что, зачем. Фотогалерея нужна. Да, нужна, нужна. В таких сайтах точно нужна. И будет хороший сайт. Смотрим дальше на связи Павел. Привет, сайт для портфолио. Оцени, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Размер 100%. Тут что-то не дотянул. Надо делать 1920. Пункты меню очень громадные. Очень какой. 28. Нормальный размер это вот 20. 20 это вот нормальный размер для пунктов меню. Лучше сделать пункты меню поменьше. Главную можно убрать. И так уже все давно привыкли, что нажимаем на логотип, попадаем на главную. Лучше здесь вывести контакты и кнопочку, и номер телефона. Конечно. Можно это все дело вывести. От заказа до самого 10 дней. 10 дней, 10 дней. Вот два раза одно и то же. 10 дней, 10 дней. Тут надо в копирайтера немного поиграть, убрать все повторяющиеся. Да и местоимение тут насыпали нормально так. В нашей, мы, вам, их. Очень много местоимений. Надо это все дело, конечно, переписывать. В целом, самое жирное место у нас одна такая дверь распашная. Вот если бы она была распашная, а здесь бы сделать такую вставку к нам туда, в офис, где еще много дверей. Вот это было бы интересно. А так, получается, мы заходим, а там никого нету. Да, вот не очень понятно. Вот мы открыли первый экран, сразу смотрим. Ага, комната. Первым делом ремонт помещения. Потом смотрим, от заказа до 10 дней. 10 дней на ремонт или что? Должно быть точно понятно, что это каталог дверей, что их у вас много. Дальше, конечно, двери-то пойдут. Не без этого. Тут вот некрасиво обрывается. Я в таких случаях стараюсь сделать, хотя бы попробовать, какой-нибудь вот такой фон. Туда его запихнуть, какой-нибудь светло-серый, вот, уже стало хорошо. И тогда вот тут тени, наверное, не нужно. Это, наверное, уже по усмотрению заказчика, нравится ему тени или нет. Но мне кажется, вот такая вот няшность, она в данном случае не нужна. Может, только чуть-чуть потемнее. То как-то светловато, самому плохо видно. Тут все-таки маловато контента. В плане, что входные двери можно написать от 20 тысяч рублей. Межкомнатные двери 218 вариантов. Балконные двери любого цвета. Что-нибудь такое. То есть, добавить просто какую-нибудь приписку. Потому что сейчас вот заголовок под заголовок, заголовок под заголовок. Очень много вот этих вот конфликтов. Сюда бы, и даже слушай, тут вот у тебя засечки. Для контента засечки лучше не использовать. Потому что буквы маленькие. И вот эти засечки, они съедают. И у и так маленьких букв еще больше пространства. И очень сложно читать мелкие тексты. Заголовки? Не могу обазару. Потому что заголовки крупные. А вот для контента, каких-нибудь описаний, лучше уже там, где мелкие тексты. Вот эту фразу я бы сделал под заголовком поменьше. Или наоборот, заголовок по кругу. Вот, как здесь. Мы же это не делаем засечкам. Потому что засечки тут такой беды натворят, что ничего не прочитаешь. Вот, тут же тоже без засечек. Поэтому я бы это тоже, потому что конфликтует. А вот когда рядом ставить засечки и рубленный шрифт, вот тогда в самый раз. В каталог позвонить. Подожди, позвонить. Это мне позвонить, обратный звонок. Или перейдите в каталог, или позвонить. То есть мне надо позвонить. Тут странно, что эта кнопка делает. Тогда уже номер телефона оставляй. Пойду с телефона звонить, а не с сайта тебе же и звонить. Раз я нарисовал, то надо все чинить. Ну вот, даже еще больше. Вот такой вот большой отступ, вот эти вот все отступы сделать одинаковыми. Вот это должно быть здесь. Так, два слайдера подряд. Не очень решение. Старайтесь избавляться от слайдеров. Если это слайдер про товары, вот как здесь, товары, то нормально. Товаров много. И по большому счету, если где-то там в третьей пачке будет какая-нибудь дверь, которая нам могла бы понравиться, потом мы в каталоге до нее доберемся. Но если у нас есть какие-то рубрики, а это разделы сайта, входные двери, такие-такие, потом еще какие-то, это разделы сайта. Лучше в слайдер такое не прятать. Потому что все, что в слайдере, не касаясь товаров, оно очень часто там и остается. Вот эта четвертая карточка там за пределами и останется. Потому что люди не любят слайдить. Потому что это надо сидеть, слайдить, выбирать. А так поскролили, посмотрели, что есть, куда-то там перешли. Вот, поэтому я бы это как-то, может быть, сделал какими-нибудь карточками такими. Может, в разнобой как-то одну большую, две маленькие, две маленькие, одну большую. Тем более, у тебя и так, главное, не особо-то большая. Поэтому есть место, где разгуляться. Все какое-то супер крупное. По контуру, по контуру, по контуру. В смысле, по контуру, по границе контента. Значит, вот это, наверное, можно сделать вот так. Вот так, на вылет сделать фотографию. Если смотри, вот эта вот фотография, она более живая по сравнению вот с этой. Вот это какая-то такая дохленькая, как будто вот пустота, как будто вот сейчас мы сюда парк-то занесем. А вот эта вот, она живая. Дверь стоит, но вон свет горит, цветок есть, на пианино кто-то играл, потому что поднята. Живая фотография в живом помещении. Да, нет людей, но ничего страшного, мы понимаем, что свет горит, кто-то дома. А тут мебель стащили, никого нету, никто не хочет с нами разговаривать. Я вот люблю делать такие большие телефоны, контакты, футери, это да. Но все-таки все остальное должно быть более привычных размеров. 20, это вот оптимальный размер для ссылок. Но это очень-очень крупная, очень крупная, 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 очень крупная. Гигантская просто какой-то крючок наверх туда лети наверх. Так, тут тоже кнопку сделать по границам. Вот это можно оставить заголовком. Вот это тогда сделать контрастным под заголовком. Кстати, вот в этих карточках прикольно было бы плинтус нарисовать. У тебя же двери, да, вот есть плинтус какой-то. Было бы интересно найти мастер, во-первых. А вот и мастер. И в этом мастере просто... А, тут фотография, не про К. А ну мы можем просто на переднем плане нарисовать что-нибудь такое. Вот, было бы интересно. Но видишь, не совпало. Не совпало. Ну, значит, надо какие-то черточки вот такие пробуйте рисовать. И если все, ПНГ. Вот, что-нибудь такое, чтобы мы точно понимали, что дверь стоит на месте. И тогда вот этот пол можно было бы вообще сделать каким-нибудь светло-серым. Если у тебя там белый фон, то светло-серый на белом фоне. Он бы как-то хорошо смотрелся куда-нибудь туда, под контент. Вот, и было бы, наверное, интересно. Их нужно было бы дорисовать какими-нибудь светленькими, чтобы не тянули на себя одеяло. Да, где-то не попало, не без этого. Ну, значит, надо решить. Либо мы тогда фотографии все обрезаем так, чтобы не было отступа. Вот как здесь, сверху и снизу отступа нету. И тогда все по фэншую. Либо отказываемся от такой идеи. Так, отступы разные. А было бы хорошо сделать 30-30, например. Тут у тебя пробелы лишние. Тут видишь, как хорошо. Где? Во, видишь, как хорошо. И шрифт совершенно другой. Совершенно другой шрифт. Тут без пробела. Тут размер другой. Пробел, шрифт другой. Все другое. Надо же повторять. Ты сделал карточку, так перенеси ее в каталог. А так ты сделал тут карточку. Это у тебя мастер для вот этих карточек. А потом у тебя точно такие карточки стоят вот здесь. Точно такие, просто с иконкой. Вообще должен быть один мастер на все твои карточки. А так у тебя там одно. Вчера делал вот это вот. Сегодня пришел, забыл, что ты там делал. Давай с нуля будем знакомиться с этой карточкой. И вот видишь, как получилось. Заголовок, заголовок. Слишком рядом много. Наверное, как-нибудь отделить тоже каким-нибудь дивайдером. Или тут же еще хлебные крошки. Можно попробовать добавить что-нибудь. Какой-нибудь еще. Фон беленький, например. Так, может 404 есть? Во, огонь! 404 прям круто. Единственное слово. Снова оно некрасиво. Надо чтобы вот попробуйте снова. Это вот прям цельная фраза. Пройдите на главную. Цельная фраза. Попробуйте снова. Цельная фраза. Извините, но ваш ключ не подходит. Вот прям клево. Извините, но может не надо ваш ключ. Может просто ключ не подходит. Вот эти местоимения я, например, не особо люблю. А вот это сделать тогда рубленым каким-нибудь, но поменьше. Рубленым поменьше. И каким-нибудь 24, может вообще 20. Вот цельная фраза. Пройдите на главную и попробуйте снова. И тут на главную. Вот стало хорошо. Не очень красиво, что не хватило места. Сверху клево, а тут вот прям впритык. Значит, что надо сделать? Посмотреть, все ли у тебя разблокировано. И теперь нажать. Куда надо нажать? Вот сюда. Оп. Да, смотри, там же место есть. Туда. Слушай, тут один сайт вспомнил. Сейчас попробую его найти. Вот. Тоже на твою тему двери. Да. Вот мы по первому экрану понимаем, что у нас много всяких вариантов. Одна дверь, она видишь, как прикольно реализована. Что разные оттенки. Вот. Потом двери крупные. Вон собачка. Видишь, уют. Директор что-то тут тоже накалякал. Так, давай в каталог перейдем. А каталог, вот. Видишь, у них не черточки, у них вот так вот. Но мы тоже понимаем, что дверь все-таки не в воздухе болтается, а стоит. И все они одинакового размера. Вот клевый сайт. Кстати, да. Классненький такой сайт. Сайт называется... Вам не видно, как сайт называется. Да. Вот так. А ну вы можете загуглить по названию. Бел Вуд Дурс. Если напишите Бел Вуд Дурс, то он, по-моему, второй ссылкой высвечивается. Вдруг тебе приглянется. И, конечно, повторять. Надо учиться повторять. Сделали карточку, поставили ее. Не делаем новую карточку, потому что одно и то же, но уже по-другому. Совершенно по-другому. Тут вот есть вейбл, нет кнопки. Цена есть, название есть, как и здесь. Но нет кнопки. Зато есть какие-то топы, топы, топы. А тут почему топов нету? Этапы производства. Вот когда так дизайнеры делают, просто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мое мнение, это просто поленились. Ну, хочется какую-нибудь иконочку, какую-нибудь графику. А то просто 1, 2, 3, 4, 5, 6. И что? Уже лучше просто фотографии вот таких вот наставить и просто рядом подписать. Что это? Такой этап? Что это такое? Ну, это прям лениво-лениво. Мое мнение, что вот такие блоки добавлять в портфолио, ну, как-то стыдно. Если вдруг ты будешь что-то такое добавлять, и у тебя там будет несколько внутренних, ты можешь схитрить. Вот так поставить. Одну страницу на второй странице, чтобы вот этот вот стыдный блок просто перекрыла какая-нибудь другая классная страница с кучей фотографий. Тогда нормально. А если прям вот это у тебя будет где-нибудь на титульном? Ну, нет. Смотрим дальше. Привет, буду рад критики. Хочу добавить работу в портфолио. Если хочешь, то добавлять. Зачем? Ух ты. Спрашивать мнение, хотел сказать. Самое жирное место, оно пустует. Значит, вот это все можно было бы разместить вот здесь, а вот просто вот это как-то, пожалуйста, воспользуйтесь поиском по сайту или вернитесь на главную. Вот, смотри, как мы сразу скомпоновали. И вот это, наверное, нужно сделать каким-нибудь заголовком, чтобы он был каким-то контрастным. Надо посмотреть, какие у тебя тут заголовки. Вон какой-то кома. Вот таким. Оп. Что-то кажется. Пошло не так. Во, и поменьше. Тогда 48. Вот, смотри, как мы подружили. Вот этот текст подружили со всем остальным. А тут завален градиент. О, градиент. Горизонт. Вот. Градиент завалил. Вот. Поставили так, и все хорошо. У нас и так уже все сломалось, поэтому не надо заваливать градиенты, ребята. И горизонты тоже. Вот. Не заваливай. Можно просто все опустить, например, вот так. И подвинуть. Вот. Вообще огонь. Супер. Супер-пупер. И вот это 130%. Оп. Может даже, кстати, на главную. Не надо вот это подчеркивание. Это дубовая ссылка, которая играется вот так. Ctrl-U. Во. В самый раз, так сказать, уже, наверное, и поиск было бы хорошо закруглить. Тогда бы с закруглением вот это сочеталось. Вон же у тебя какой поиск. Вообще без кнопки, с закруглением, с какой-то ракеткой теннисной. Что это тогда вот это такое? Надо тот поиск взять и поставить сюда. Или этот поставить туда. Чтобы у тебя на сайте был одинаковый поиск. Это вот как с карточкой. И предыдущий товарищ сделал одну, на завтра пришел, сделал другую. Они совершенно разные. Хотя одной тоже должно быть. Так. Теннисную ракетку. Стараться выравнивать по кругу. Если тебе вот эта ручка мешает, так ты ее сделай поменьше. Вот. И вообще саму, конечно же, тоже лучше поставить поменьше. И желательно это все сделать каким-нибудь светло-серым. У тебя вообще стиля нету. Понятно. Вот. Это все-таки подсказка. Подсказка. Тут мы что вводим? Значит, вот эту лупу, наверное, есть смысл туда перенести. Вот. И поиск он тоже какой-то супер длинный. Тут он вроде как симметрично так стал и хорошо. Но вот если мы зайдем на внутреннюю, то что это за сосиска такая? Что это такое? 12 каким-то розовым, зеленым. Очень плохо видно. Прям вообще ж не видно. Что у тебя там? 12 чего? И то не видно. Десятый мелкий. Надо 12. 12 написать минимум. И то не спасает ситуацию. Надо еще больше увеличивать размер. Может, вот так поставить уже по этому. А вот это все. Эх. Не в автолаялоте. Как жаль, как жаль. Например, вот сюда. Тут тогда так. В общем, как-то пересобрать. Или вообще попробовать все это дело укомплектовать в одну линию. В одну. Может, надо просто поиск взять и вообще свернуть в иконку. И тогда у нас все поместится. И вот это, и вот то, и поиск убираем. Все тогда поместится. А сейчас прямо катастрофа. Новая коллекция уже в продаже. Более 300 моделей. Это же подзаголовок. Он относится к тексту. А потом уже перейти в каталог. Надо вот так вот как-то. Видишь, что мы переносим. Уже не считывается. Значит, надо либо оставить вот это по центру. Либо еще как-то надо придумать. Но, тем не менее, вот это подзаголовок. А выглядит вообще 14. Это даже меньше, чем на смартфонах. Надо делать минимум 15 для смартфонов. На компах 17. А так как это подзаголовок, можно вообще 24. Более 300 моделей. Вот это наш выбор. Эти вот местоимения. Они только место занимают. Все. Более 3000. 30 тысяч моделей. Это уже, уже все. Это у нас уже голова кругом идет. Как много. Скорее туда попасть. Не надо орать внутри кнопки. Можно сделать поменьше. Можно даже вот здесь, наоборот, 15 поставить. Смотрите, какая классная, аккуратная кнопка получается. 15. Оп, оп, оп. Все. Перейти в каталог. И надо предусмотреть так, чтобы все это было видно на любом фоне. Например, заказчик возьмет, потом подставит какую-нибудь вот такую фотографию. И что ты будешь делать? А ты дизайнер должен предусмотреть. Например, вот здесь вот он подставил фотографию с темным полом. И уже не видно. Вот надо это как-то решать. У нас выключен свет, и нам надо ходить, везде лампочку включать. Ну, то себе удовольствие. Удобнее же взять вот так вот, нажать вот сюда и скролить. Да, скролить, скролить. Приедет одно, мы сразу смотрим, смотрим. А так мы, получается, нажали сюда, потом пошли, свет включили, свет включили, свет включили. Опять сюда, опять нажали, свет включили. Ну, это неудобно. И в целом, затемнение это прям фу. Затемнять уже, ну, не стоит. Просто снизу где-нибудь написать, что это такое. Или градиентик с затемнением снизу пустить. Но чтобы сама вот эта вот фотография была яркая, сочная, а не просто какие-то темные пятнышки. По расположению клевенько. Клевенько, например, вот это вниз упало, а это на той же линии. Вот это не клевенько. А вот теперь клевенько. Коталог. Прямо здесь сразу, да, на главной. С фильтром. Мне кажется, заказчик решил схитрить. Есть такие заказчики, которые хотят... А, тут наоборот, вверх. Во. Не в ту сторону. Тут наоборот, вверх. Есть такие заказчики, которые говорят, мне нужно вот это, вот это, вот это дизайнер делает, читает одну страницу, а потом оказывается, что заказчик и верстальчик говорит, так, вот это на главную пойдет, вот это в каталогико, вот это на страницу. А нас красота, сэкономил 300 баксов. Класс. А дизайнер сидит там потом, даже ничего не подозревает. Вот. Вот это, конечно, уже полноценная страница каталога. Тут бы, наверное, все-таки я просто сделал привычные слайдеры. А вот с фильтром, это уже иди, фильтруй, перезагружается контент страницы. А у нас вон сколько тут перезагружать всего надо. Если это реальный заказ, мне кажется, я просто очень хитрый заказчик попался. Галочки не хватает, конечно же, галочки. Вот эти штуки, они все пляшут как-то. Значит, надо их сделать вот сюда, например, поставить. Может, какую-нибудь линеечку поставить, чтобы это все объединить. Или наоборот, поставить перед этим. Но когда оно пляшет по иксу, ну некрасиво же. Смотри, птицы полетели. Куда они тут взлетают? Пробел в четырех. Мы же не пишем вот так вот. 2021 год. Не пишем. Ну так зачем ты тогда с рублями так нехорошо поступаешь? Пять цифр. Мы добавляем пробел. Четыре цифры не надо. Три цифры ты же не добавляешь. Так а что ты в четырех добавляешь? Лучше бы ты добавил вот сюда вот отступ. Где отступ? И вот это, соответственно, все, значит, надо сюда. Вот. И с той стороны тоже. Свечение. Фу. Тени это да, это круто. А вот свечение, мне кажется, это фу. Но опять же, это мое мнение. Ну с другой стороны, вы и пришли за моим мнением, правильно? Вот тут вот пустота. Можно было бы уже какой-то текстовый блок добавить. Вот, например, опять затемнение. В итоге эту фотографию не разобрать. Что там, где происходит, непонятно. Причем это слайдер. А что мы слайдим, тоже непонятно. Ну, конечно, мы там на сайте разберемся. Мы нажмем и поймем, что происходит. Но просто глядя на блок, мы не понимаем. А это значит не очень удачный интерфейс. Но тем не менее, то, что в видео все читается, все считывается, да, что там находится. Это клево. А вот здесь вот это, наверное, просто графика ради графики. Тут тоже надо сторожа нанять, потому что тоже кто-то картину стащил. Это разные отступы. Все такое затемненное. Вы представляете, насколько это будет неудобно? Нажал, включил свет. Нажал, включил свет. Нажал, включил свет. Это надо звать на помощь кого-то, чтобы он там стоял и этот фонарь туда-сюда включал. Тогда справимся. Тоже вот мы взяли, затемнили. В итоге и тексты плохо считываются, и там что-то не разобрать, что там на столе лежит. Надо приближать. Плохое решение. Плохое. Вон, видите, затемняет. Уже никто практически ничего не затемняет. Вон, никто ничего уже. Редко-редко где-то встречается. И то какой-нибудь крупный заголовок. А так, в целом, затемнение уже все, ребята. Отступы тогда уже делаем все одинакового размера. Тогда футер мы пододвигаем. Что-то не сгруппировано. Групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп-групп А, не выровнены. Не, не выровнены. Вон, видишь, какие все. Вот. Отступ нужно добавить, написать копирайт. Что это за сайт, какого года. Да. 404-я балдежная. Вот теперь прям, да. Только вот этот поиск, где он там был? Вот этот поиск. Куда-то вот сюда вставить. А, мы его убрали вообще. Ну, в общем, поиск должен быть таким же, как и на главной. Закругленным и без кнопки. Тогда будет хорошо. А 404-я прям песня. Песня, песня. Так, и напоследок у нас Виталий, который забыл открыть доступ к макету. Бывает и такое, причем достаточно часто. Но увидел мое сообщение, и в итоге в ролик попал все-таки. Так, тут тексты какие-то очень мелкие. Вот, из крайности в крайность. Или очень крупные, или очень мелкие. 14 это очень, ребята, мелко. Очень-очень. Смотрите, поставим сюда. 17. И смотрите, насколько сразу считывается. Ведь мы сидим метр до монитора, представляем, облизываемся, как мы сейчас закажем. А что закажем? Пиццу закажем. Вот. И не напрягаясь, видим пункт меню, меню. А когда мелко, ну что мы там увидим? Ну вообще, а еще когда голодный, злой, и тут мелкие буквы, вообще все ненавидишь. Поэтому, конечно, 17 в самый раз. И так вот как-то оно таким, тут пустота, тут пустота. Наверное, есть смысл сделать тоже просто в одну строку. Например, пицца папа, он такой достаточно, можно сказать, симметричный. Например, здесь пункты меню, что-нибудь может быть скрыть, например. Или просто размер сделать, отступа поменьше. А здесь тогда контакты. Ну, надо посмотреть. Я бы попробовал сделать в одну строку. А еще корзина выглядит как переключатель. Светлая тема, темная тема. Светлая, темная. Туда-сюда. Да. Не знаю, может это только для айтишника, а вот прям переключатель, свитчер. Включить, выключить. Отделить какой-нибудь такой линией, наверное, чтобы вот так вот, чтобы тут отступы были одинаковые, чтобы мы понимали, что это вот, надо еще, наверное, поближе, поближе. Да, надо сэкономить немного места. Вот, теперь мы понимаем, что первый отступ, он вот. Вот, дизайнер прям молодец. Все картинки разные, все заголовки разные, описания разные, много текста, мало текста, все прям класс. Есть вообще, тут все показал, да, кроме длинных названий. Ну, наверное, просто не бывает длинных названий. Вот, мы когда включаем режим контуров, мы видим границы карточек, и кажется, что внутри карточки все, как бы, классно, даже отступ до следующих больше, хотя я бы сделал такой же. Но ведь эти границы, они у нас на сайте не видны. Мы не видим ни сетку, ни направляющие, ни какие-то там дивы, шмивы, ничего мы этого не видим. Но мы видим, что кнопка с ценой отвалилась. Тут пустота. Значит, надо просто делать автолайяут в таких случаях, чтобы вот это вот все поднималось. А где вообще фиолетовое все? Так мало фиолетового. Что будет, когда заказчик скажет, слушай, а давай мы что-нибудь поменяем в карточке? Придется менять в каждой карточке. Пришел заказчик Леша и говорит, вот тут какая-то дырка, давай поднимем. Так, представляете, нам теперь придется, не нам, а вот ему, Виталию, ему придется сидеть, вот так вот все это делать, столько времени терять. А тут вот вопросик к верстальчику, как он это все дело запрограммирует. Либо он сделает так, что когда у нас много текста, у нас кнопки везде опускаются ниже, либо он просто возьмет вот это за основу и всегда будет фиксированный отступ. Если у нас будет мало текста, тут будет то же самое, у нас будут огромные отступы. Поэтому есть вопросик, как здесь? Хороший же отступ, классный отступ. И тут теперь тоже хороший. Ну тут еще надо показать ванила, какой-нибудь Lime Pro Case, чего-нибудь такое Pro Case. Вот, и уже понимаем, что здесь нужен тогда отступ. Вот, и надо показывать, как вот это вот все делать. С автолойяутом? Или тогда вот это тоже возвращать на родину? Надо вот там сверху спицами, ты показал не идеальные варианты, а здесь у тебя все идеально, все в одну строку. А вот бывают же длинные названия. Баннеры прям огонь. Вот и бывает делают баннеры, картинки, да, не подвинуть, жалко не подвинуть. Хотелось бы сделать одинаковый отступ из трех сторон плюс-минус. А так классно, да, и тут не подвинуть. Что, баннеры в фотошопе что ли делал? Можно же было взять сюда, вставить PNG-шку, залить фоном и написать текст. А то теперь текст не подвинуть. Заголовок, размер заголовка не поменять, тут тоже не перекрасить. Тут отвалилось. У нас текст относится в первую очередь к тексту, а все вместе, вот это вот заголовок этого блока, под заголовок, он относится сначала к тексту, а потом уже появляются какие-то лейблы. А так получается, что они поругались и вообще не дружат. Как будто вот это просто какой-то текст, а вот это вот само по себе. Как будто вот сюда вставили. Сначала тексты, а потом со всем остальным. Вот как здесь. У тебя же вот это в первую очередь, а потом уже фотография подтягивается. Поэтому у тебя здесь все правильно. Отступ этот маленький, а здесь побольше. Но вдруг потом когда-нибудь из этого сделают каталог, где будет вот так вот, то ощущение будет, например, вот так, то ощущение будет, что вот это вот относится к этой тарелке. Видишь, как все сразу ломается. Они же могут запросто эти заказчики что-нибудь такое придумать. Слушай, давай больше салатов поставим. У нас же не 4 салата, у нас 20 вариантов. Давай сделаем, покажем сразу все. Будут проблемки. Тут была какая-то линия, можно было уже в линию поставить. Да, не я, вот так вот. Вот. И белое, белое. Сюда бы чего-нибудь другое загрузить. Может фотографию какую-нибудь, может фотографию корзины, может салате какой-нибудь, может просто сделать быстренько какую-нибудь карточку товара, или вот прям взять вот эту вот карточку товара, заскриншотить ее и вставить вот сюда, как будто мы пиццу заказываем. А то тут вот просто установить, установить. А, ну здесь, значит, мы тогда оставляем кнопку установить беленькую, а сюда грузим какую-нибудь тогда пиццу, например. Четыре раза одно и то же. Да, конечно, вот эта новость, она потом со временем идет, но если она тут с нами надолго, а раз даты нету, значит, та это еще новость, она тут может и полгода висеть, и как-то вот белое, 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 одно и то же, можно было бы тогда поменять. Или хотя бы через один белая пицца, белая пицца, или вообще вот сюда тоже загрузить каких-нибудь карточек товара, например, было бы хорошо. Футер тоже тесный. Все такое воздушное, классное. Смотри, какие отступы, какие отступы. Кстати, отступы клево делать одинаковыми, чтобы вот это было такое же, как вот это, как вот это, а у тебя, видишь, какое все, даже вот это разное, у тебя все отступы разные. Такое все чистое, аккуратно и вроде бы продуманное, да, показало и то, и это, и там показало, только вот кнопки отлетели. А вот с отступами не продумал. Отступы должны быть одинаковые. И вот этот футер тоже опять заблокировано. Ну-ка, вот. Да, и футер, конечно, должен быть побольше. Отступы в футере тоже должны быть повыше. И отступ между картой и футером не надо. Ощущение, что у нас разорвали сайты и пытаются там что-то внутри подсмотреть. Или тогда сделать отступы со всех трех сторон одинаковыми. Тогда это будет какой-то элемент графики такой. Оформление. А когда он просто подвинули и тут в итоге разорвалось, все, ну, не знаю, не знаю. Если вдруг мы будем отодвигать, то тогда мы делаем отступы такие же, как здесь. Раз-два, раз-два. Теперь у нас подступы одинаковые. Есть эффект повтора. Будет классно, когда повторяется. Не надо тут подчеркивания. И так же понятно, что ссылка. Мы же тут не подчеркиваем. Мы же понимаем, что это ссылка. И двоеточие тоже не нужно. Без них будет чище. И какое-то тоже вот мелковатое. Мелковатое. Да, то, что оно серенькое, оно нам помогает. Но оно же супер мелкое. Вообще ж не видно. 12. Даже на телефоне ты не сможешь рассмотреть. Ладно, телефон. Ты можешь его к носу поднести. И может быть, может быть, метр до монитора сидишь голодный и тебя там что-то просят рассмотреть в бинокль. Неа. И тут тогда тоже ссылка не нужна. Ну-ка, сейчас зайдем посмотрим. Ну-ка, интересно, интересно. Вот мог бы пропиарить, а извините, не работает. А так работа класс. Класс. Огонь. Если было полезно, то поддержите. Вам не жалко, а мне приятно. Напишите в комментариях что-нибудь, да, напишите. Как ваши дела, расскажите. Скоро увидимся, услышимся. Вам пока, а я еще здесь немного постою, чтобы вот эти два ролика секунд 10-15 повесели. Такой довольный, когда новый ролик записал. Прям так хорошо. Ух. Класс. Чтоб теперь найти где-то время все это дело смонтировать. Да. Пока. Пока.